Друзья, всем привет, сегодня воскресенье, я бесконечно счастлив, что вы меня видите, я вас не вижу, но чувствую тысячи, десятки, сотни тысяч ваших глаз смотрят сейчас в экран и жду хороших новостей. Первая хорошая новость, что хороших новостей сегодня не будет, хотя нет, есть одна классная новость, сегодня мы записываем выпуск новостей из моего московского офиса, а значит за камерой, Кир, Кир, значит будут хотя бы веселые комментарии к новостям. Вот, с чего бы я хотел начать, Кир, как ты думаешь? Так, ну что произошло? Нет, если так посмотреть, скоро выборы, две недели осталось до выборов в государственную. Всего-то. Всего, знаешь, что нас ждет? Что же? Эти две недели, с каждым днем, наши астрологи объявили неделю всяких нишечков и подарков. Смотри, Собянин привез в Москву какой-то водородный офис, я не знаю, как его не привезут, сделали бесплатные пересадки, направо и налево раздают деньги, обещают какие-то города-миллионники построить в степи среди кизяка, б***ь, диких бобров. В общем, просто как из рога изобилия сыпется на нас хорошие новости. Но ты знаешь, что я чувствую, Кир? Что ничего не будет? Нет. Что б***ь просто так нас засыпают подарками. Что-то в ответ надо дать. Нас б***ь будут потом, Кир. Это всегда так заканчивается. Я читал книжку про пикапа. Там примерно так же народ подкатывает. Пункт первый строит город, пункт второй. Девушка, у вас родители там не волшебники? Откуда у них такое чудо? Вот это все заканчивается. Это одинаково, друзья. Нас всех с вами в***т уже через две недели. И потом еще до следующих выборов будут жестко иметь. Так что две недели можно понаслаждаться. Можно поверить в чудо, но чудес, к сожалению, не бывает. Хотя одно чудо я вам сейчас покажу. У меня есть не просто так. Стоит этот очаровательный, очаровательный лев. Кирюша, как думаешь, что это такое? Так, ну это Бонифаций. Может быть, ты думаешь, что это какую-то новую игрушку сейчас Варламов будет продавать в своем магазине мерча. У меня в детстве была такая игрушка, лев. Я еще тогда не подозревал, что я буду на него похож. Он, кстати, похож на Бенедиктова больше, чем на Бонифаций. Но неважно. Я в детстве играл этой игрушкой. Знаешь, в чем подвох? Ну-ка. Только вчера я понял, что у этой игрушки есть пасхалочка. Показывай. Смотри. Ну, лев, да? Так. Лев, вот ручки, ручки, такая головка курчавая, ножки, хвостик. Вот, смотри. Головка поворачивается. Ручки поворачиваются. Поворачиваются ножки. И Лёва превращается. Это царя зверей. Так, а при каких обстоятельствах ты это вчера узнал? Я случайно. Слушайте, ребят, вопрос ко всем, кто был рожден в Советском Союзе. Скажите, эту пасхалочку я один такой дебил не знал. Я только вот сейчас, дожив до 37 лет, и взяв эту игрушку, я понял, что у Лёва тут есть второе дыхание у него открывается. Или это все знали, или нет? То есть советская промышленность, инженеры советские, они умели пошутить. А правду говорят, что с возрастом воспринимаешь вещи по-новому? Я не знаю, как эти вещи воспринимать. Слушай, может быть, это все реклама мастурбатора, которая у меня была в прошлом выпуске. Я не очень... Короче, ребята, я не знаю. Напишите в комментах, знали ли вы, что Лёва многозадачный или нет. Но, с другой стороны, друзья, этот Лёва как нельзя лучше отражает подготовку к предстоящим выборам в Государственную Думу. Поэтому он будет здесь стоять, как реклама предстоящих выборов. Будьте начеку. Через две недели голова повернется, и милый хвостик превратится в ваше не очень хорошее будущее. Это хорошая подводка. Все, а мы начинаем. В Одессе весело. В прошлые выходные там прошел марш равенства в поддержку ЛГБТ, которые попытались сорвать местные скрипоносцы из движения «Традиции и порядок». Блин, я отца, у меня, которые говорят, «Традиции и порядок». В общем, друзья, в шествии приняло участие всего сотни человек. Тетушек было в несколько раз больше, но ЛГБТ-активистов охраняла от них полиция. В итоге тетушки сожгли флаг Евросоюза, устроили стычки с полицейскими, которые не давали им провоцировать участников парада. Около 30 полицейских получили травмы, более 50 хулиганов были задержаны. В общем, вместо «Традиции и порядка» получился пи***ц. Ну, традиционный. Традиционный для Украины пи***ц. Ну и все опять начали, смотрите, смотрите, какой пи***ц, хорошо, что у нас такого нет. А я скажу, что на самом деле ничего страшного не происходит. ЛГБТ-активисты имеют право провести свое шествие. Вообще, я много раз говорил, что право на протест, на митинг, на шествие – это святое. Если вы сегодня отказываете в этом праве тем, кто вам неприятен, то завтра откажут вам. Полиция тоже занимается тем, чем она и должна заниматься. Полиция обеспечивает порядок и безопасность. То есть, на первый взгляд, может показаться, что у нас такого нет, и это как-то хорошо, замечательно, вот у нас тут тихо и спокойно. Но у нас такого нет, и это плохо, потому что у нас проблема, она убрана под ковер. От этого проблемы никуда не делось. То есть, у нас в обществе есть сторонники разных ценностей, есть люди, которые выступают за то, что у всех должны быть равные права. А есть кто, у кого традиции, скрепы, такое вот представление, какое-то средневековое представление о почве. Эти люди есть, они живут друг с другом, но сейчас из-за того, что в обществе нет дискуссии, и эта дискуссия не допускается, проблема как бы так скрыта. Но рано или поздно нам придется очень болезненно договариваться и эту проблему решать. И многие проблемы с дискриминацией, с толерантностью, с правом на протест и так далее. Поэтому то, что сейчас происходит в Украине, это естественный процесс такого запоздалого диалога в обществе. Да, он через конфликт, да, иногда он через насилие. Это плохо, но они через этот путь пройдут, и я уверен, они до чего-нибудь договорятся. А нам это еще предстоит пройти, поэтому не надо смотреть, что там происходит в Украине, как-то смеяться и осуждать. Они идут хоть каким-то путем, мы еще даже идти не начали. В Тюмени пожарная машина спешила на вызов о возгорании в местной многоэтажке, но по пути заехала на пешеходную площадь и провалилась. Не хотел сказать в ад. Провалилась в фонтан. Место, где произошел инцидент, называется Площадь Европы. Кстати, символично, да, Площадь Европы сделана из говна и веток, чтобы пожарная машина там провалилась. Проблема здесь в том, что водителям пожарной машины нужно больше гулять по городу, чтобы знать, где какое модное благоустройство сделали. Ну а проектировщикам стоит подумать над тем, чтобы нельзя было как-то заехать вот прямо так в опасную зону. То есть не нужно поставить какой-то забор, да, у нас сейчас забор поставим. Нет, можно как-то красиво и деликатно решить, чтобы было понятно, что там фонтан, и ехать туда не стоит. Кстати, говорят, это не первый подобный случай, ранее в сухой фонтан на площади уже проваливалась какая-то спецтехника. То есть проблема, она явно существует, а если существует проблема, то где-то накосячили проектировщики. В этот раз, к счастью, все закончилось хорошо, машина смогла выбраться из фонтана и даже успеть на пожар. А она просто водички набрать заехала, очевидно. Из сухого фонтана. А, он сухой был? Ну, сухой, в смысле, сухой там водичка есть, но сухой он бесчашет, когда из-под земли бьет. А, я понял. Люблю новости, которые говорят, что пожарная машина успела на пожар. А что, может быть, не успела, пожар уже потушили. Потрясающая новость. Просто, Кир, тебе понравится. Новость, просто можно сказать, про нас с тобой. У льва уже стояк. У льва она все терпит стояк, весь выпуск. Новость просто невероятная, охрененная новость, Кир. Новость про нас с тобой, про русских людей. Про традиции. Давай. Про традиции и порядок. Итак, пассажирский самолет, летевший из Сочи, не смог сразу приземлиться в аэропорту Сыктывкара. Как думаешь, почему? Смотри, самолет летит из Сочи, везет таких похмельных, немножко загорелых, северных людей, которые возвращаются в любимый свой Сыктывкар. Там два бухих каких-то синих туловища гуляли по взлетно-посадочной полосе. Ну, повезло, что их вовремя заметил руководитель полетов. Он сообщил о посторонних диспетчерах. То есть, диспетчер у него тоже был бухой. То есть, почему диспетчер не заметил, непонятно. В итоге диспетчеру его там разбудили. Там, вставал, хватит бухать. На второй круг отправляем. Диспетчер, в итоге, связался с пилотами самолета. Лайнеру до взлетно-посадочной полосы оставалось буквально четыре километра. Ну, и экипаж вовремя сориентировался и пошел на второй круг. Охрана аэропорта задержала возле полосы мужчину средних лет и молодую женщину. Я не знаю, что они там делали. То есть, вполне возможно, нету картинок. К сожалению, нам не дали картинок. Но я думаю, что помимо того, что они были немножко синенькие, они еще хотели там ебаться. Потому что, мне кажется, это... Что ты сразу осумишь то, что они хотели по***ться? Нет, это замечательно. Люди ищут новые впечатления. Понимаешь, их уже все приелось. Они ебались там на дереве, на ветке, в дупле с Сыктывкарском, не знаю, в болоте, на Шиесе, где еще все перепробовали. Уже скучно жить. Он говорит, слушай, давай на взлетно-посадочной полосе прямо при посадке самолета. Ну, это ж круто, не, мне кажется, это круто. Посмотрели видосы из Афгана, решили по***ться и на шасси намотаться. Может быть, они реально вдохновились какими-то афганскими этими событиями, на людей это действует по-разному. В общем, самолет благополучно сел уже через 15 минут, никто не пострадал. Но и никто не кончил. А может быть это? Мы не знаем, понимаешь, проблема в том, что у нас новости, они яркие, интересные. А новости, по которым мы пишем новости, они сухие. Потому что цензуры взяли так крамолы, вымарывают, все самое интересное. Мы не знаем, что там на самом деле произошло. Мне кажется, это должен быть слоган нашего СМИ. Мы не знаем, поэтому додумываем. Мы фантазируем? Нет, мы фантазируем. Нет, мы честно говорим, мы сначала констатируем новость, а потом мы уже начинаем с тобой рассуждать. Там может случиться все, что угодно. Вообще, конечно, чисто африканская история. То есть обычно где-нибудь в Судане на ВПП пасутся коровки, дети играют в футбол, женщины сушат белье. Ну вот эта вот африканская экзотика дошла и до нас. Алкоголь, пиздяйство подарили нам, друзья, удивительный сюжет и, к счастью, без жертв. Хотя Кир считает, что люди, которые пришли и не кончили, все-таки это жертвы. Однозначно, конечно, если с этой точки зрения смотрим. На этой неделе появилась картинка, картинка нового пешеходного моста через Москва-реку. Ну и народ начал этим мостом смеяться, типа, ха-ха-ха, не смогли нормально состыковать мост. Видимо, проектировщики тоже где-то что-то подбухивали или что-то там нюхнули. Еще раз посмотрите на эту картинку. Что можно сказать? Я, если честно, не разделяю всеобщего веселья. Хорошо, когда на разных берегах нет перепада рельефа, тогда можно сделать мост в один уровень. Но вот если перепад есть, то архитектурно надо решить эту задачу. И тут уже без искривления самого моста, лестниц, пандусов просто не обойтись. На то и мост, в конце концов. В данном случае вопрос перепада решили в центральной части. Это довольно необычно и, кстати, помогло даже сделать смотровую площадку. Может быть, даже плюс такой. Единственная проблема этого моста, что он просто некрасивый. То есть, все как-то очень скучно, вторично и такое впечатление, что это работа студента второго курса мархи. Уж Москва-то со своими бюджетами могла бы пригласить какую-нибудь мировую звезду архитектуры. Странно, что в случае с таким знаковым объектом, как огромный пешеходный мост в центре города, этого не сделали. Бывший министр IT Афганистана. Уже смешно. Министр IT знаменитого кремниевой долины. Афганской кремниевой долины. В общем, там был реально министр IT. Саед Саадат. И он оттуда вовремя с**лся, и теперь он работает в Германии курьером. Он вышел в отставку еще в прошлом году, то есть до прихода талибов, и уехал в Лейпциг. Ну, красавчик. Судя по тому, что мы видим в этой новости, все заработано на IT хватило до билета в Лейпциг. Деньги кончились, а жить как-то надо, то есть хотел бы он, конечно, жить как наши беглые ребята в Лондоне, в красивом доме с Роллс-Ройсом и так далее. Но поскольку афганское IT было только в зачаточном состоянии, денег хватило только на билет эконом-класса до Лейпцига. И теперь он работает доставщиком пиццы, поскольку еще немецким херово владеет и не может найти другую, более высокооплачиваемую работу. Ну и над ним все начали смеяться, типа ха-ха-ха-ха, министр, теперь пиццу развозь. Друзья, я считаю, что все правильно. Ну, скажите, а кем ему работать? То есть в нормальной стране, если ты не знаешь языка, если ты не имеешь опыта, то будешь начинать все сначала вне зависимости от своих былых заслуг. Ну и вообще заслуги министра IT Афганистана, мне кажется, такая немножко сомнительная история. Это в России всякий там сбежавший сброд вроде там Януковича может сидеть на Рублевке и наслаждаться жизнью. Мне, кстати, очень хотелось бы, чтобы Янукович надел на себя плащ Яндекс.Еды и в дождь в стужу ха-ха-ха на велосипеде и развозил бы заказы. Я считаю, что ты немного не прав. Он скорее, этот министр афганский, услышал пословицу, не пословицу, а присказку такую о том, что хочешь возглавить какую-то сферу, поработай в ней. И он устроился в IT-гиганта, чтобы разобраться, как все работает. Он потом привезет это в Афганистан и будет талибам подавать их шашлычки. Может быть, он решил получиться. У нас же любят говорить, посмотрите, как эти беженцы их там кормят, ему власть какие-то пособия, что они все шикуют. Нет, вот человек переехал в Германию, развозит пиццу и начинает все сначала, несмотря на то, что был министром. Потому что Германия, это у нас Россия, Россия щедрая душа. А Германия, душа такая расчетливая, расчетливая немецкая душонка, где хочешь поесть, нужно поработать. Как говорится, это вам не Германия, это вам не Афганистан. Не, вообще мне хотелось бы сейчас звонить, что люди Юнкович пиццу приносят. Интересно, а чем Юнкович, на каком бабло он живет? Тут же куча всякого сброда, которые там укрываются, они там бегут и предоставляют убежище. Или там белорусы и так далее. Там вот из Киргизии бежали, в Беларусь тоже там. Они там все сидят, у них там такая пенсия, еще что-то. Все сидят и неплохо чувствуют. Все эти бывшие президенты, министры и прочий сброд. Ты себе хорошо представляешь, как в скором времени батька приедет работать доставщиком крошки-картошки. Почему бы и нет? Хочу вам напомнить про очень важную вещь. Скоро выборы, и наш фонд городские проекты выдвигает на них двух кандидатов. Анастасия Брюханова на севере Москвы идет в Государственную Думу. А Петр Карманов на востоке Москвы, в Мосгордуму. Это две очень большие компании. Они идут уже два месяца, и сейчас предстоит финальный рывок, который все решит. Именно в последние дни недели важнее всего агитировать. И сейчас штаб активно ищет людей для работы агитаторами. Опыт работы не нужен. Мы всему обучим на отличном тренинге. Вы научитесь, как разговаривать с незнакомыми людьми и говорить с ними о политике. Мы очень рады видеть волонтеров, но также нанимаем людей на работу за оплату. За оставшиеся 14 дней агитации вам нужно отработать как минимум 8, чтобы работать за оплату. Тем, у кого получается, штаб очень хорошо платит. Средние агитаторы, работающие 50 часов в неделю, зарабатывают 20 тысяч рублей. Хорошие — 40 тысяч. Бывают, конечно, уникальные, которые зарабатывают 60 тысяч рублей. Записаться как волонтерам, так и работникам можно по ссылочке в описании. Пожалуйста, приходите сами, позовите друзей. Совсем не хочется проиграть там несколько сотен голосов из-за того, что не хватило агитаторов в самом финале кампании. Всё, а теперь переходим к ролику. В Москве на этой неделе избили жительницу района Академический, которая закрашивала плакаты «Единая Россия» у метро «Профсоюзная». Когда она зачеркивала очередного кандидата от «Ядра», на неё напал неизвестный мужчина, который сначала оттащил её от стенда, а затем сильно ударил по лицу. Вероятно, он носил перстень, потому что у девушки оказалась распорота щека. В больнице наложили несколько швов. На следующий день пострадавшая обратилась в ОВД академически, полицейские приняли у неё заявление, но на неё саму тоже составили протокол о мелком хулиганстве, и оштрафовали на 500 рублей и промурыжили в отделе 6 часов. История, конечно, вызвала дикое возмущение, мол, девушка же герой, она закрашивала портреты ядра, на неё составили протокол о хулиганстве и вообще что это такое. Историю нужно рассматривать давайте с двух сторон. Понятно, что бить людей нельзя, и что человек, который сделал это, прям так, злодей, достоин, и он обязан понести сюда эту суровую наглядь. То есть насилие вообще неприемлемо, что бы эта девушка ни делала. При этом не надо удивляться тому, что на девушку составили протокол. Как бы ты ни ненавидел Единую Россию, портить предвыборную агитацию тоже нельзя. Если мы хотим, чтобы всё было по закону, то девушка совершенно справедливо получила штраф за порчу плакатов. Ну, осталось теперь найти, наказать его за нападение. История умалчивает, нашли ли его или нет. Я надеюсь, что его найдут, и он действительно понесёт суровое наказание. Это прямо уголовочкой, можно кинуть его в клетку, хотя бы там годик промариновать или на какие-нибудь обязательные работы. Вот, то есть это разбор ситуации по закону. Если мы считаем, что девушка героиня, что она закрашивает плакаты Единая Россия, такой народный партизан, ну, значит, мы хотим, чтобы всё было по понятиям. Ну, тогда девушке надо дать медаль за её храбрость, за то, что она вышла бороться с Единой Россией таким способом. Но тогда нужно не удивляться, что с девушкой тоже вот кто-то по понятиям, вот этот вот гражданин почему-то решил отвезти ей дюлей. Мне кажется, что лучше всё-таки жить по закону. А ты как думаешь, Кирюша? А я думаю, что вы вот не удивляйтесь нахрен, что к вам Бэнкси не приезжает. Его бы тут быстро на чистую воду вывели бы. Сразу щёку бы раскроили, и все бы выяснили, кто у нас художник. Если бы Бэнкси портил предвыборное агитарство Единой России, то, возможно, да, его бы дюлили. Ну вот и всё, друзья. Американцы окончательно ушли из Афганистана. Вечером 30 августа из Кабула улетел последний транспортный самолёт ВВС США. Военная миссия американцев в Афганистане продлилась почти 20 лет. Началась она, как вы помните, вскоре после теракта 11 сентября 2001 года. За это время США потеряли в Афганистане почти 2,5 тысячи человек убитыми, включая гражданских лиц. Более 20 тысяч получили ранения. На этих ставших уже легендарными фотографиях, сделанными через прицел ночного видения, генерал-майор Крис Даханью, последний американский военнослужащий, покинувший Афганистан. В Афганистане сейчас остаются около 200 граждан США, не имеющих отношения к армии. Вероятно, многие будут эвакуированы позже, если их не казнят талибы, конечно. Заодно американское командование собирается вывести из страны тех афганцев, которые ранее сотрудничали с США. Что касается самих талибов, то ночью они отпраздновали свою победу над американцами выстрелами в небо и фейерверками. Уже на следующий день они устроили парад на американской военной технике, пронесли по улицам Кабула символические гробы, обернутые флагами США, Великобритании и Франции, и пролетели на американском черном ястребе с флагом Талибана над позициями сопротивления в Панджере. Они спокойно зашли в аэропорт Кабула, где их ждал очередной набор трофейной техники. По оценкам британской Times, счет захваченного талибами оружия идет на десятки тысяч. Например, в их руках оказалось более 350 тысяч винтовок, 64 тысячи пулеметов, 22 тысячи армейских внедорожников Хамви, сотни бронетранспортнеров и БМП, десятки самолетов, вертолетов, включая знаменитые черные ястребы. Эта добыча Талибана осталась валяться по всему Афганистану, но и в аэропорту Кабула кое-что нашлось. Уход, если не сказать паническое бегство из Афганистана, главный провал американцев со времен, наверное, Вьетнама. Они сейчас пытаются сделать, конечно, хорошую мину при просто пи***ц, какой ху**овой игре, но все понимают, что это просто величайший праздник. 20 лет они воевали с Талибаном и готовили американских колхозников к войне. Талибан буквально за несколько недель захватил всю страну. Американцы оставили за собой всю военную технику и огромный арсенал оружия. Талибан сейчас должен просто плакать от счастья. Спасибо огромное США за такой прекрасный подарок. Я вообще не понимаю, если представить, что есть организации, которые считают террористической. И, наверное, нужно как-то подумать, чтобы ей в руки не попал такой арсенал современного оружия. То есть теперь талибы вооружены, как американцы. Это просто не укладывается в голове. Почему американцы даже не догадались перед уходом уничтожить технику? Почему ничего не взорвали, не сожгли, почему просто сбежали, оставив кучу оружия, на счастье талибам? Насколько там работала разведка, аналитики и так далее? Ну еще, извините, конечно, кроме того, американцы же знали, что они уходят 31 августа. Это не то, что эта дата всегда была, что они до 31 августа должны оттуда съесться. Они изначально не планировали забирать технику, вертолеты, боевые машины и так далее. Просто какой-то немысливый ***. Как талибам уплыло столько современного оружия? Сколько это оружие еще будет стрелять? Сколько оно еще горя принесет? Оружие оказалось в руках у террористов. Это просто какой-то ***. Ну, я уверен, это оружие теперь будет еще успешно торговаться. Ведь избыток винтовочек, пистолетов можно успешно продавать разным ОПГ или снабдить целую армию маджахедов. Талибы же не стесняются торговать наркотой, почему бы им не заработать еще и на оружие? Поэтому оружие вот это американское еще долго будет всплывать в различных конфликтах по всему миру. Так что теракты, вооруженные нападения, заказные убийства по всему миру скоро подешевеют. Ну, а мы теперь знаем, друзья, если вам кому-нибудь нужно прикупить что-то из американского оружия, добро пожаловать в Афганистан. Уверен, сейчас-то можно весьма бюджетно договориться и неплохо так экипироваться. События в Афганистане еще стали уроком не только для американцев, но и для европейцев. Например, до президента Франции Макрона наконец-таки дошло, что некоторым нациям невозможно принести демократию на штыках. Одно совершенно ясно. Невозможно навязать демократию. Нельзя навязать правительство извне. Об этом свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане. Необходимо понимать, что нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько лет. Но кто бы мог подумать, оказывается, некоторым народам, у которых уклад жизни по-прежнему родоплеменной и религиозный, ваша демократия нахуй не нужна. Для этого не нужно было 20 лет тратить, чтобы это понять. В истории много есть примеров, что так не работает. Это, кстати, хороший аргумент в пользу того, почему НАТО никогда не захватит Россию. Как бы этим не пугали наши политики. Ведь помимо 10-15 миллионов условных оппозиций, есть еще 130 миллионов представителей глубинного народа, которые каждую минуту могут повторить. Ну и что НАТО будет теоретически делать, когда народ бухой на взлетно-посадочную полосу выходит? Даже не приземляться. И многим нашим согражданам эта демократия тоже нахуй не нужна. Главное, чтобы Крым был наш, и чтобы Искандеры иногда посмеивались. А то, что надо срать на улице в мороз и драться за просрочку на помойке супермаркета, это такой сопутствующий ущерб. История с Афганистаном, конечно, просто реально не укладывается в голове, как это вообще могло случиться, как это могло произойти. Я, кстати, напоминаю, если вдруг не видели, у меня на канале недавно вышел большой фильм про Афганистан. Я заснял последнюю неделю до прихода талибов, пообщался с людьми. И можно посмотреть настроения, которые царили в Кабуле буквально за день до того, как его взяли талибы. Ссылочка в описании к этому ролику. Ну, друзья, за Афганистан не надо переживать. Кир, почему? Почему мы не переживаем за Афганистан? Потому что нас там нет. Нет, мы там есть. А почему мы не переживаем? Они наши друзья. Почему у Афганистана все будет хорошо? Это естественно. А почему у них все будет хорошо? Потому что Россия уже готова восстанавливать Афганистан. У меня у Лёва прямо на эту новость прямо Лёва-Лёва-Лёва такой уже. Да, друзья, Россия готова восстанавливать Афганистан. Об этом сообщил спецпредставитель президента России, которого, кстати, зовут Замир Кабулов. Говорящее и имя, и фамилия. Очень подходящее. Кабулов будет заниматься восстановлением Афганистана. Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот этот момент начинает наступать. В общем, слава богу, хорошая новость. Ну а как вы хотели? Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий, верный друг. Правда, пока у нас еще есть небольшой конфуз. С одной стороны, талибы теперь наши друзья, и мы уже готовы восстанавливать Афганистан. Но они еще террористы. Поэтому я уверен, что в ближайшие месяцы они перестанут быть террористами. А в Москве даже не удивлюсь, если будет развиваться флаг Талибана на афганском посольстве. Россия вроде как уже туда отправила наших ЧВКшников. Ну и конечно же мы заплатим за восстановление Афганистана. Ну а как вы хотели? Ну кто-то же должен приводить Афганистан после Америкосов-то в порядок. И здесь кто-то должен спросить, а зачем вообще нам это надо? Друзья, секрет очень прост. Афганистан богат ресурсами. А в России есть много желающих эти ресурсы разрабатывать. Ну не оставлять же все к китайцам. Китайцы там уже просто все в нетерпении. Они уже на низком старте хотят к этим ресурсам прикопаться. Поэтому у нас сейчас идет такое соревнование. Россия, Россия, Китай. Кто больше друг талибов? Ну единственная проблема в таком партнерстве, в принципе какая-то мелочь. За восстановление дружественного теперь Афганистана заплатим-то мы с вами из наших налогов. Ну а на ресурсах заработают совсем другие люди. Кстати, Талибан уже заявил, что своим главным партнером считает Китай. Здесь надо немножко нам напрячься. То есть мы тут как павлины ходим перед этими талибами и говорим, что там вообще все замечательно, порядок и все хорошо. Вот они выбрали Китай. Как это так? Представитель движения Забиулам Маджахид рассказал, что КНР поможет Афганистану разрабатывать месторождение меди и вообще намерен крупно инвестировать в экономику. Кроме того, по территории страны может пройти одна из веток нового шелкового пути, с которым последние несколько лет носится Си Цзиньпин. В общем, такие вот хорошие новости. Посмотрим, что от этого пирога достанется нашим олигархам, нашим крупным компаниям, кто будет там что-то разрабатывать, получить какие-то месторождения, и во сколько это встанет нашему, друзья, бюджету. Бедный бронеж. Придется еще немножечко подождать. Чите придется немножечко подождать. Омску подождать, Архангельску подождать. Всем придется подождать. Ребята, потерпите. Вот восстановим Афганистан и тогда заживем. В начале недели за защитники из организации American Human заявили, что США оставили в Кабуле служебных собак, которые теперь подвергаются пыткам со стороны талибов или будут просто убиты. Относительно оставили, не оставили, сейчас мы обсудим. Относительно заявление, что они подвергаются пыткам, ну как звучит странно. Пытать собак. В общем, Пентагон в ответ заявил, что никаких собак военные из США в Кабуле не бросали. А фотки с клетками это, мол, животные, за которых ответственна американская НКО. То есть какие-то зоозащитники, это что говорит Пентагон? Какие-то американские зоозащитники решили под шумок вывести из приютов афганских собак. Это надо, если честно, я не знаю. Ну то есть, видимо, есть какое-то лишнее бабло. Они этих собак притаранили в аэропорт, но америкосы, военные, своих собак забрали. Что могли там забрали, а собак из приютов они брать не стали. И теперь эти НКОшники, зоозащитники, они ведут с талибами переговоры, чтобы эвакуировать животных. Одновременно еще распространилось видео, где по территории аэропорта Кабула бродит стая собак в ошейниках. Некоторые из них похожи на немецких овчарок. Что за собаки, опять же, непонятно. Можем ли мы доверять американскому Пентагону? Хрен его знает. Но животных в любом случае жалко. Надеюсь, с животными все будет хорошо. Они найдут себе хозяев, за ними будут ухаживать, никто не будет над ними издеваться. Ну, а если какие-то НКОшники и зоозащитники захотят их эвакуировать, спасти и вывезти, ну, ради бога, пусть у них все получится. Леву-то точно никто бы не оставил. Леву бы там сожрали уже первого, такого Лева красивого. Такой ты извращенец, конечно. Почему? Выдумал член Льву детского. Я не знаю. А что? А что, нет? А что, нет? Ну, как я тебе теперь скажу, нет. Да! Да! Власти столицы решили снизить стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы. Хорошие новости к выборам, друзья! Итак, с первого сентября отменили зонирование тарифов в наземном транспорте. Разовая поездка теперь стоит 42 рубля вместо 60. А, Кир? Ну, а что же? 60 стоило проезд? Да! С ума сойти! Там у них были зоны разные. А теперь 42. Рука тянется, да? У тебя потянет подушечки пальцев? Ты хочешь взять ручку и поставить галочку около правильного кандидата? Я с самого начала хотел... Ты чувствуешь электоральное возбуждение, Кир? Чувствуешь электоральное возбуждение? Ты наливаешься вот этим вот желанием, желанием проголосовать? Если отследить то, что я не знал, сколько стоил проезд... Исполнить свой, так сказать, гражданский долг? Отдать его? Нет, я, знаешь, подожду рыбешку покрупнее. Проезд это пока не для меня. Ну, этим, конечно, транспортные инициативы Сергея Семеновича не ограничились. Совятин предложил сделать пересадки между наземным транспортом бесплатным в течение 90 минут. Вообще, кстати, это можно было... Ты считаешь, эти охуенные новости. Хочется, чтобы они на тебя гнятки быть хорошие. Спасибо, Сергей Семенович, за наши теры счастливые пересадочки бесплатные. Только где же ты был 10 лет назад, когда в Москве только появился билет 90 минут? Это, кстати, дало бы наземному транспорту огромное преимущество. Потому что не все любят метро. Но, видимо, рейтинги Единой России, особенно в Москве, не такие хорошие. Вот и приходится разными подачками задабривать даже москвичей. Поэтому про автобусы с электробусами тоже вспомнили. Но самое интересное даже не тот факт, что пересадки на поверхности стали тебе бесплатными. А то, что для этого надо сделать. Для этого Собянин предлагает привязать вашу карту тройка к личному кабинету в приложении или на сайте метро. Да, похоже, Сергею Семеновичу мало камер видеонаблюдения и всяких экспериментов с QR-кодами. Как еще отследить перемещение москвичей? Ну, например, заставить их еще свои пересадки фиксировать в приложении. Так что всего за 11 тысяч рублей в год, именно такую экономию обещает Собянин, вы можете продать мэрии Москвы еще один кусок своих личных данных. Ну и заодно полюбить мэрию Москвы еще сильнее и прийти на выборы. Сейчас две интриги. Первое, это как быстро талибов признают дружеской, нормальной, классной организацией, с которой можно иметь дело. И как быстро все эти ништячки заберут у людей, которые сейчас перед выборами раздали. Помнишь это видео, где какой-то блогер девочке дал айфон, потом начал забирать? Да. Ну нет, вы нам подарили телефон, значит подарили. Это видео было, это розыгрыш, просто розыгрыш. Нет, мы таких розыгрышей не хотим участвовать, нет. Такая же хуйня, это реквизит. Дали бесплатные пересадки, отдай сюда, это реквизит. Подождите, нам 10 тысяч Путин обещал. Это реквизит был перед выборами. Это все для ролика. Это для ролика. Вернитесь по 10 тысяч с карты, всех спишут, мосты закроют. Дороги опять раз... Все, пошли все. Никаких поблажек. Все, это был реквизит перед выборами. Всем эта несчастная девочка, которой дали подержать коробочку с айфона, а потом забирают. Знаешь, что хуйня? Ну-ка. Потому что ты понимаешь, что мы с тобой эти девочки несчастные с коробочкой айфона. И что айфон заберут, ну хуйня не может сделать. Ты стоишь с такими напуганными глазами, и вроде вот он у тебя в руках, но у тебя его скоро заберут. Вроде должно быть весело, а не весело. Я не, никакого праздника. Друзья, 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. В нашей стране это сложная тема. Фондов много, мошенников тоже. Возможно, вы хотели бы сделать доброе дело, но не знаете как. Или, например, у вас просто нет времени в этом разбираться. Вместе с проектом Яндекса помощь рядом. Участвовать в благотворительности легко. Достаточно подключить функцию округления в одном из сервисов Яндекса. Еде, лавке или маркете. Вы сами выбираете, до какого значения будет округляться каждый ваш заказ. До 10, 50 или 100 рублей. Например, вы установили 50 и совершили покупки в Яндекс.Лавке на 320 рублей. Сумма автоматически округлится до 350 рублей. Дополнительно 30 рублей и пойдут на благотворительность. Суммы могут показаться небольшими, но к проекту присоединились уже тысячи людей. К тому же Яндекс раз в месяц добавляет к собранным средствам 4 миллиона рублей. На эти деньги благотворительные фонды покупают еду для своих подопечных и необходимые им товары. Сейчас в проекте 7 проверенных организаций. Проект «Дари еду» помогает продуктами людям в сложных ситуациях. Фонд «Ника» заботится о бездомных и покалеченных животных. А «Ночлежка» — о бездомных людям. Фонд «Старость в радость» поддерживает пожилых людей. «Вера» и «Дом с маяком» работают с косписами и их пациентами. Организация «Второе дыхание» собирает вещи и отправляет их нуждающимся или на переработку. Присоединиться к проекту и подписаться на округление можно в самих сервисах. Для этого в меню нужно найти пункт «Помощь рядом», чтобы помогать не обязательно дожидаться дня благотворительности. На этой неделе российские СМИ сообщили, что пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш покинула Россию. Правда, сама она эту информацию пока не подтвердила, несмотря на то, что ее твиттер регулярно обновляется. По одной из версий, Ярмаш уехала в Хельсинки. В начале августа из России уехала и соратница Навального Любовь Соболь, ее местонахождение тоже до сих пор неизвестно. Как и Соболь, Ярмаша судили по санитарному делу. Суд назначил ей полтора года ограничения свободы, поскольку та якобы подстрекала нарушать ковидные ограничения на митинге 23 января. Суд запретил Кире участвовать в митингах, а также переезжать и покидать Москву без согласования надзирателей. Приговор пока не вступил в силу, защита обжаловала его 27 августа. Ярмаш ждала решения суда под домашним арестом, но после приговора его отменили. И этим моментом она, видимо, и воспользовалась. То есть с точки зрения закона, пока приговор в силу не вступил, а домашний арест прекратился, она полусвободный человек, она может делать все, что угодно. Я верю в эту информацию, что она уехала, и она, конечно, молодец, потому что, ну, а что еще делать? Сегодня у близких сторонников Навального, по сути, два варианта. Это иммиграция или тюрьма. Кира, ну, все правильно сделала, выбрала иммиграцию. Когда человек остается на свободе и беспрепятственно уезжает, ну, невольно за него радуешься. По крайней мере, она может продолжать свою деятельность, ну, хоть и не из России. Заодно стало известно, что в Москве задержали главу профсоюза Альянса врачей Анастасию Васильеву. Она тоже проходит обвиняемые по этому несчастному санитарному делу, а сам Альянс врачей в России признан инагентом. Посмотрим, что будет дальше, надеюсь, Васильева тоже успеет уехать, прежде чем ее бросят за решетку. Ранее из страны уже уехали Волков, Милов, Мария Певчих. Таким образом, из ближайших сторонников Навального в России остается разве что его жена Юлия. Ну, Юлия, понятно, не уедет, потому что она навещает Алексея, она переездит к нему на свидание. Ну, и видно, что, видимо, есть какой-то там договорняк, что она не лезет в политику, она не делает себе какую-то политическую фигуру, ее не трогают, ей дают спокойно здесь жить и общаться с Навальным. В 2008 году какой-то застройщик в Иркутске сдал 13 многоквартирных домов. Туда сразу начали заселяться люди, кто-то купил квартиру в ипотеку, другие получили их как льготное жилье. Но сегодня оказалось, что разрешение на строительство домов никто не выдавал, а построены они с кучей нарушений. И вообще-то земля, как пишет Мэш, формально принадлежит садовому товариществу. Самое интересное, что мэрия Иркутска даже не знает, кто эти знания построил. Ну, просто пи***ц, какая мистика. Теперь дома могут снести, потому что построены они почти вплотную друг к другу. Это нарушает правила противопожарной безопасности. Очевидно, если их снесут, то 600 человек окажутся на улице. Ну, что можно сказать? Не против сноса этих домов, друзья. Я же за. Если жилье небезопасно, если построено с нарушениями, нахуй нужно снести эти дома. И здесь я мэрию Иркутска горячо поддерживаю. Но есть одно но. Начать надо с уголовного дела против губернатора, мэра и других чиновников, которые руководили Иркутском в 2008 году. Кстати, мэром тогда был Владимир Якубовский, который после своей отставки в 2009 еще три года сидел в Совете Федерации. Он, между прочим, не х**рый, а почетный гражданин Иркутска и Иркутской области. А губернатором был Александр Тишанин, который потом стал вице-президентом РЖД. В 2011 году против него завели дело о коррупции, но быстренько закрыли. И все у него ох**анно и хорошо. И вот сразу, как понесут ответственность за такой беспредел, бывший мэр и губернатор. А почему нет? То есть у тебя в городе строят какие-то многоквартирные дома, и никто не знает как. Кто виноват? Виноват мэр. Как можно допустить, что у тебя в городе построили целый микрорайон, заселили туда людей, еще от государства там раздавали льготные квартиры, оказывается, мы не знаем, кто это построил. Так вот, как только мэр, как только губернатор и другие чиновники понесут ответственность, как только они выплатят людям компенсацию за весь этот пи***, тогда и сносите дома. Это, конечно, удивительное дело. 13 домов построили, а никто не знает, как это вышло. Все на свободе, все х**стные, у всех все х**, кроме этих несчастных людей, которые сейчас думают, что им делать. Поговорим, Кир, про трэш-стримеров. Итак, друзья, недавно в нашей жизни появилось новое удивительное понятие. Трэш-стримеры. Что это такое? Объясняю для тех, кто не в курсе. Какие-то дегенераты. Творят всякую х**. Они издеваются над слабыми, унижают, избивают, насилуют приглашенных гостей. И все это буквально в прямом эфире. Иногда это заканчивается смертью, как в случае с Рил Флайем, на стриме которого умерла избитая им девушка. В итоге он получил 6 лет колонии. Или травмами. В прошлом году этот говно-стример Милстрой разбил девушке челюсть, а в стол. Но отделался всего лишь исправительными работами. Последний случай опять привлек внимание. Стайка дегенератом. Сначала предложила раздеться и лечь на трамвайные рельсы случайной прохожей на улице. Потом залила ее перцем из баллончика. Закончилось все уголовным делом. Ребята, я просто не причем. Все, я даю. Все, даю. И в то время, пока все обсуждают, какие плохие и ужасные люди все это делают, хочется обсудить. Друзья, а кто музыку собственно заказывает? Ведь у преступления, помимо исполнителя, есть еще и заказчик. Ведь кто-то смотрит все это, кто-то кидает им донаты, дает задания, поддерживает ведущих. А если всех трэш-стримеров можно буквально по одному отловить и кинуть в клетки, то что делать с заказчиком? То есть вы только представьте, в нашем обществе существует какой-то процент явно нездоровых людей, у которых есть потребность в онлайн-насилии. Унижения слабых, издевательства и насилия буквально пронизывают все наше общество. Они присутствуют в любом, кстати, закрытом сообществе, где жертвы беспомощные и не способны убежать. Надзиратели на зоне пытают, насилуют и унижают заключенных. Это, кстати, не единичный случай, это целый институт с садистами, извращенцами и палачами. Насилие в армии тоже никого не удивляет, да? Ну кого-то дедовщина удивляет? Нет. В некоторых медицинских учреждениях врачи и санитары издеваются над пациентами. Особенно страшная система в различных ПНИ. Я периодически рассказываю и мы с вами обсуждаем случаи, когда какая-то санитарка бьет, издевается над больными. Буквально каждую неделю такие новости. Про подростковую жестокость я вообще молчу. Это та часть нашего общества, которая не просто считает насилие приемлемым, но и получает от него удовольствие строить на нем свою жизнь. А трэш-стример это просто такой термометр, который показывает, что наше общество больно. Можно разбить этот термометр, только проблема никуда не исчезнет. И что самое страшное, у нас до сих пор нет консенсуса относительно насилия в обществе. То есть начать можно с семьи. Закон о домашнем насилии не был принят, потому что огромное количество людей считает, что бить детей и женщин за закрытой дверью это влажная скрепа, на которой все держится. Но сейчас у нас, конечно, главная проблема, это не проблема насилия в нашем обществе, а проблема в термометре, который показывает, какой пи*** у нас творится. Да, сейчас трэш-стримеров всех кинут в клетки, за решетки, не знаю, там накажут, посадят. Что? Не будет больше пи***а, не будет никого пи***а закрытой дверью? Конечно будет, конечно все это будет продолжаться. Поэтому проблему с насилием нужно решать в обществе комплексно. А этих дегенератов, кто залил девушку перцем, их кинули сейчас на два месяца, я думаю, они там пару лет в итоге получат, особенно учитывая то, что случай стал резонансным. Могли бы всех стримеров собрать в одной этой клетке и устроить стрим-хату? Слушай, на самом деле можно сделать какой-нибудь остров и сделать реалити-шоу. Ну реально, смотри, если есть такие дегенераты, которые всем этим занимаются, можно их туда с Эдвардом Виллом, со всем этим зоопарком этих машин. В Афганистан. Ну не в Афганистан, слушай, на какой-нибудь остров. Они из Афганистана сбегут. На какой-нибудь остров, откуда нельзя сбежать? Отправить на какую-нибудь... ой, земля Франца Иосифа. У нас же как раз есть проблема с Арктикой. Да и взять какую-нибудь крас... нет, Арктику засирать не надо. Жалко там мишки. Не-не-не, говно. Ну и, кстати, друзья, о трэш-стримах. На Алтае какой-то под ником Владислав Владиславович расстрелял коров из травматического пистолета. На видео заметно, как одно из животных вздрагивает от боли. Местные жители считают, что этот дегенерат приехал из Новосибирска, потому что в его профиле был ролик, как он гоняет там по встречке. Видосиком с коровами уже заинтересовалась алтайская прокуратура. Все больше от того, насколько земля русская богата м***м. То есть, вот есть какой-то тип, и он не только расстреливает коров, но и пытается убить еще кого-то за рулем. Если живодеров в России не так много, то вот таких вот гонщиков каждый второй или третий. Жалко только, что сегодня нет реальных инструментов, чтобы изолировать их от общества, прежде чем каждый из них кого-нибудь не убьет. Так, возвращаемся к выборам, друзья. У нас тут глава МИД, Сергей Лавров, решил облагородить образ Сталина. И заявил, что нападки на вождя, это фактически атака на прошлое России. Не время, так, сейчас. Не время, тут все серьезно. Все-таки новость про Лаврова. Министр иностранных дел, пятерка единой России. Нападки на Сталина, как на главного злодея. Сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время после войны, это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоге Второй мировой войны. Когда Лаврова захейтили еще недобитые независимые СМИ за эти слова, министр сразу дал назад, обвинив их во лжи. Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ, стали затем говорить, что Лавров оправдывает преступления сталинизма. Это подло. По сути дела, я сказал следующее. Те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера как единственных виновников Второй мировой войны, хотят тем самым поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу. По-моему, ничего подлого тут нет. Журналисты достоверно передали слова Лаврова. Ну а что они должны были сказать, что Сталину Лаврову не нравится? Одним Сталином Лавров, конечно же, не ограничился. Он заодно решил прокомментировать допинг в российском спорте. Как все-таки интересна жизнь. Был министр обороны, а теперь тут и Сталин, и допинг в российском спорте. И как вообще все, как человечек, как у тебя на все хватает времени все комментировать? Итак, министр заявил, что США... А, так, подожди, про Сталина закончили. Какой советский трансформер. Только Сталин из комнаты вон, а он сразу вон и что. Да. Итак, министр Лавров заявил, что США могут похищать российских спортсменов, которые попались на допинге. Я не исключаю, что так же, как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру, и просто вывозят на свою территорию незаконно. Не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест, и которых американцы считают угрозой своим интересом в международных соревнованиях. С Лавровом вообще, кстати, что-то интересное происходит, поскольку Лавров руководитель МИД. Раньше он был дипломатичным человеком, поскольку все-таки руководитель МИД, это ж не бармен. И он как-то взвешивал, видимо, каждое слово. Хер, а ты, конечно, барменов оскорбил. Не, ну бармен... Хорошо, он не стендапер. Можно сказать? У меня друг стендапер. Он друг от этого умер. В общем, ладно, ребята, Лавров был все-таки министр... Ну, он и сейчас есть, он руководитель у нас МИД. И раньше был таким дипломатичным человеком, несмотря ни на что. И даже пользовался определенным, кстати, авторитетом и уважением среди людей, которых можно причислить к умеренной оппозиции. Ну вот, мол, Лавров такой умный, интеллигентный. Одно время даже, кстати, ходили слухи, что он мог стать преемником Путина на посту президента. Позже у Лаврова, конечно, появилась Мария Захарова, которая стала довольно экспрессивно вести соцсети, реагировать там на все подряд. Но сам Лавров, за исключением каких-то мелких проколов вроде дебилы, все-таки сохранял свой образ интеллигентного, умеренного, адекватного человека, который мог бы быть такой некой компромиссной фигурой, нравиться и сторонникам, и противникам Путина. По крайней мере, раньше в среде оппозиции к нему относились относительно нейтрально. Но тут Лавров решил разменять свой политический капитал. Он зачем-то попал в эту первую несчастную, или счастливую, может быть счастливую, я не знаю, пятерку ядра. И, видимо, решил, что терять ему уже нечего, и что можно несить всякую ***, как любой другой политик от власти. Потому что политтехнологи-то на всех одни, и тексты, видимо, пишут в одном кабинетике. Сегодня очень грустно наблюдать за Шойгу, который раньше просто был главой Минобороны и редко баловал нас яркими высказываниями. И за Лавровым, который, видимо, решил оттяпать часть электората и теперь бомбит всех популистскими какими-то заявлениями. Это лишь раз доказывает, что если нам кажется, что человек адекватный, интеллигентный и готовый к каким-то компромиссам, это нам только кажется. Просто раньше он меньше раскрывал рост. Так, кажется, еще не все из вас знают, что у меня есть своя сеть ресторанов Варламов есть. Не все еще попробовали самые вкусные поки и волшебные ребрышки. Друзья, пора исправляться. Если кто-то не знает, поки — это такое освежающее гавайское блюдо. Мы делаем поки с тунцом, лососем, креветками и курицей. В разные поки могут идти апельсины, ананасы, киноа, рис, авокадо, салат и даже битые огурцы. А заправляется все это нашими фирменными соусами. Получается очень легкое, сочное и вместе с тем сытное блюдо. Кстати, у нас есть и маленькие поки, если вы не можете осилить большую порцию. А есть еще кета-поки без риса и киноа. А это наши нежнейшие ребра. Очень мягкое мясо, домашний соус барбекю и салат коуслоу. Можно пообедать и наесться одним таким блюдом. В ресторанах Варламов есть еще много всего. А теперь вы можете заказать там мой кофе. 19-84 в очень удобных дрип-пакетах. Внутри спешлти кофе. Это, можно сказать, высший сорт кофе. Открываем пакет. Там еще один пакетик с максимально удобной конструкцией. Манжеты по бокам хорошо тянутся и подходят под разные размеры кружек. Остается только заварить кофе. Для этого нужно 200 миллилитров воды температуры 93 градуса. Если под рукой нет термометра, просто откройте крышку чайника на пару минут после закипания. Медленно наливаем и наслаждаемся вкусом кофе. Такие пакеты удобно брать с собой в поездки, в командировки. Я, кстати, без них уже давно никуда не езжу. И каждое утро в отеле, даже дома. Вот у меня дома, несмотря на то, что у меня дома есть профессиональная кофемашина, я, тем не менее, перешел просто на такие пакеты и неимоверно кайфую. То есть, друзья, это просто супер кайф. Это кофе, я по-другому начал смотреть на кофе. Ты начинаешь отличать разные вкусы, разные сорта. В общем, супер-супер круто. Прямо рекомендую попробовать, особенно походный вариант. В месте, где нет хорошей кофейни, заварить классный кофеечек просто милое дело. Сейчас у нас есть три вида кофе. Это Эфиопия, Колумбия и Гондурас. Кстати, выбрать кофе и настроить все процессы мне помогал Николай Стрельников с канала Russian Barista. Если хотите лучше разбираться в кофе, переходите на его канал и смотрите плейлист, который Николай составил специально для моих зрителей. Так что, друзья, заказывайте понравившиеся блюда и кофе через Яндекс.Еду. Может успеет привести до конца ролика. Все знают, что лучше смотреть мои выпуски за едой. Также кофе можно заказать в моем магазине shop.warlamov.ru. Помимо кофе, там есть замечательный мерч, футболки, майки, плакаты и даже смеющийся Варламов вязанный. Все, друзья, переходите, все ссылочки в описании. Джо Байден недавно встречался с новым премьером Израиля. Наши федеральные каналы и агентства заметили, что во время присухи президент США прикрыл глаза и сложил руки на животе. И сообщили, что он, похоже, умер, уснул. Тут тоже ничего удивительного, российской пропаганде очень хочется доказать, что Байден такой недееспособный инвалид, в отличие от нашего молодого энергичного лидера. Мол, посмотрите, дедушка даже встречу нормально провести не может все время дрыхнет. И это не первое такое сообщение, а этот сюжет повторялся уже раза три. Про Путина таких сюжетов, конечно же, нет. Путин может ловко поймать карандаш, ударить по столу кулаком и даже издать странный звук. Структуру для этого не подготовили. Ну и про войну на *** сейчас как пойдет. Ты ходишь по тонкому краю. Ну уж, конечно же, Путин никогда не позволит себе уснуть. Вот Медведев другое дело. Дмитрий Анатольевич нас любил поспать и про него мы писали. Кстати, главное отличие российской и американской политики, что в Америке можно как угодно там стебать и х**ить президента, и ничего тебе за это не будет. Никто не оскорбится. Я помню, когда Трамп был президентом, там прямо в магазинах Трампу говно на голове рисовали. Какие-то коврики половики с его физиономик. Как его только не рисовали в карикатурах. Как его только там ни х**ить носили. У нас даже какие-то скромные карикатуры под запретом. Обратите внимание. У нас даже программу куклы закрыли. То есть любая сатира или что-то попробуй где-то как-то пошути над вождем. Да, у нас власть сакральна, у нас там ни-ни. Мне кажется все-таки, что над властью можно шутить. Можно и нужно шутить. Что собственно Кир у нас и делает. У нас Кир отвечает в нашей команде. Товарищ майор, если вы нас смотрите, обращаю ваше внимание, что у нас Кир отвечает за шутки против нашего национального лидера. Билет заказываю, видимо. Ну ладно, раз мы начали про Владимира Владимировича, нашего говори. Заряжай. Заряжай. Итак, Владимир Владимирович, как оказалось, вполне способен оговориться. И это без преувеличения главная новость недели, которую уже обсосали со всех сторон. В поездках Путина по всей стране возникает все больше комичных ситуаций. В прошлый раз ему в Башкирии подсунули фейковых рабочих. Теперь президент прилетел во Владивосток в стресс со школьниками. И, отвечая на вопрос одного из них, перепутал две войны. Северную и семилетнюю. Чего Петр Первый семилетнюю войну учинил? Ну чего он со шведами там 7 лет воевал? Президента поправил школьник. Ученик школы номер 35 в Воркуте, Никанор Толстых. Путин отреагировал абсолютно нормально. Это называлась не семилетняя война, а просто Северная война. Да-да-да. И первый проигрыш был, да, это Северная война, конечно, спасибо. Ну, казалось бы, все, инцидент исчерпан. А сейчас история, которую можно было классно подать или вообще даже не заметить. Школьник поправил президента. Супер. Но уже после встречи решила выступить директриса этой школы Юлия Рябцева. Вот кто тебя за язык-то твой тянул, а? Сидела бы и молчала. В интервью изданию «Подъем» она заявила, что Владимира Владимировича поправлять нельзя. Он у нас святой. Куда бы свои пубертатные ручонки потянул к нашему национальному лидеру? Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать вообще не с президентом. А в молодости, ну, наверное, какая-то определенная наглость. Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший, это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича. Но это мы начинаем понимать с годами. В интервью изданию «Подъем» она заявила, что Никанора уже лишили звания медвежонка русского, что там еще какие-то кенгуру и все вот эти олимпиады. Задним числом был отстроен. Никанор задним числом уже все. У нас Лео стал грустным. В общем, Никанор сделал это из присущей ему определенной наглости. То есть учитель, то есть директор школы, она вместо того, чтобы гордиться своим учеником, она сказала, что он наглец, наглец. И вообще просто поразительный случай. То есть у вас в школе есть ученик, который блеснул знаниями перед самим президентом, причем по правилу совершенно справедливо. Слушайте, не то чтобы я там какой-то шибкой историк. У меня и мысли не было, когда я обнимал к каждому слову Владимиру Владимировичу, что это была Северная война, а не Семилетия. Ты вообще знал про эти войны, Кир? Да нет, конечно. Да и Владимир Владимирович не знал. Владимир Владимирович, он человек от народа. Как и любой нормальный человек. Он, естественно, не знал. Я там хер знает, когда была. Семилетняя Северная. Я в этот момент, когда это проходили, думал о девочках, о как там уйти пораньше, поиграть в Денди, MTV, «Вивис и Батхета» посмотреть. Какая *** вообще. Но Никанор не такой. Но Никанор нет. Никанор, ***, он как филин. Сидел, искал, и он выловил эту ошибку и моментально. Сквохотил загрузка. Ошибка. В общем, что? Ему надо было, ну, чувак реально крутой. Я просто восхищаюсь. Никанор офигенно крутой чувак. Ну, вместо того, чтобы его как-то возвысить, поблагодарить, что он такой красавчик, молодец, директор ставит его на место и говорит, что он ***, потому что Путин это святое Путина, поправлять нельзя. Так что же это, получается, у вас есть задокументированные случаи того, что Путин врет? Ошибка. Смотри. Реально, ну, если посмотреть вообще, как все было, Путин не только сказал, что это 7-летняя война, а потом еще говорит, что она 7 лет была. Ну, то есть, это не похоже на оговорок. Ну, конечно, Путин оговорился. Следующая новость. Нас закроют, Кир, нас закроют, мы пойдем по миру. Да у нас меня. А там дождь, я не хочу. Беру огонь на себя, вызываю огонь на себя. В общем, очередное проявление дремучего совка, который в российских учителях и директорах школ просто неуничтожим. При совке учителя трахали мозг детям марксизмом-ленинизмом. Теперь формально страна другая, задачи те же. Не дай бог, в школе созреет инициативный ребенок. Он ведь может иностранным агентом стать или, не дай бог, навальнистом. Кстати, интересно, что после оговорки Путина, некоторые решили, что она не случайно, мол, президент так просто проверял знания школьников. И это сработало. Ага, наверное, карандаш он поймал и странный звук издал примерно с той же целью. Проверял внимательность СМИ. Что за странный звук? Я ничего не слышал про это. Это главного снижения, набери. Путин издал странный звук. Без звука, пожалуйста, я тебя прошу. Кир, нас точно закроют. Я вас точно закрою. Директриса, кстати, из Воркуты быстренько переобулась после того, как все дали ей понять, что с инициативными детьми так нельзя. Она сказала, что гордиться президентом школы. Именно, кстати, этот пост занимает Никанор. Но комментарий больше давать не будет. Ты понял, что Никанор это не простой был школяр, он президент школы. Я был тоже президентом школы, когда учился. Подожди, я хочу послушать про странный звук. Четыре секунды. Структуру для этого не подготовили. Реально СМИ выжили, Путин издал странный звук. Блин, я же дал странный звук. Ну и в итоге для комментариев этой ситуации созрел сам Путин. По его словам, он только рад тому, что молодые ребята хорошо знают историю Отечества. И что будущее России в надежных руках, а не в этих каких руках. Типа как у нас с Киром, кто вообще в душе, какая там война где была. Знаешь, жалко, что Песков не выступил с комментарием, что Кремль ничего не знает про семилетнюю войну. Это пусть суд решает. Пусть суд решает, что там было. В Химках номера домов стали крупно писать прямо на здание. Ну, с одной стороны, это удобно. Обычно, если какой-нибудь спальный район, тебе надо кружить вокруг дома и искать маленькую табличку. Наконец-таки реальная забота о курьерах. Так что, если это не историческое здание, как в этом случае, то штука скорее полезная. Особенно для пенсионеров, курьеров и таксистов. Ну, все окей. В Корее, кстати, они очень любят, например, крупный номер дома. Пишут так, чтобы видно другого города. Где какой дом. Единственное, у Прави нужно, конечно, пригласить дизайнера, чтобы он нормально подбирал шрифты. Украинский бегун Игорь Цветов отказался фотографироваться с русскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады в Токио. Вот так и сказал. Я в одном поле с ними срать не встану на пьедестал. Цветов завоевал серебро, а паралимпийцы из России, Дмитрий Сафронов и Артем Калашан, соответственно, золото и бронзу. Но на церемонии награждения Цветов решил не вставать рядом с ними. Ну, друзья, очень грустно опять продолжается эта история и, к сожалению, в Украине развелось много каких-то активистов, которые считают возможным нападать на случайных людей, совершенно не причастных ни к войне в Донбассе, ни к каким-либо государственным преступлениям. Я уже говорил, я знаю, что на этот счет думают в Украине мои подписчики и так далее. Я читал все ваши комментарии, все ваши проклятия, да как я не понимаю. Каждый день там гибнут солдаты, русские идут, русские туда, у нас нам идет война, вы нам враги и все остальное. Слушайте, я считаю, что мое мнение, что нужно разделять политику государства и людей, которые в этом государстве живут. Потому что, к сожалению, не всегда у людей есть возможность повлиять на политику государства. Если бы у нас в России были честные выборы, независимые СМИ, независимые суды и мы бы на выборах пришли и сказали, вот у нас есть Владимир Владимирович, вот он наш председатель, мы ему все целое доверяем. Тогда можно было сказать, что у вас какая-то коллективная ответственность, вы же его выбрали, вы же внесете ответственность за все, что он делает, поскольку он ваш представитель. В той ситуации, в которой находится Россия, как вы знаете, коллективная ответственность выглядит немножечко странно. Некоторые украинские активисты считают, что у всех граждан России есть коллективная ответственность за действия Кремля и Путина. И теперь они занимаются травлей, например, своих спортсменов, которые сфотографировались с врагами из России. Как это было, например, с Ярославой Могучих, которая неосторожно сфотографировалась с нашей Марией Лисицкеной в Токио. Надеюсь, рано или поздно это закончится, но, видимо, уже не при Зеленском. Вот, такая вот грустная история. Ты бы стал с украинцем сфотографироваться? Я готов сфотографироваться с каждым украинцем. Даже если это не понравится миротворцу или кто там еще в мозги долбится. Ну, да. Ситуация такая, видишь, причем я встречал очень много. Ты когда встречаешься в Украине, все окей. На бытовом уровне претензий вот таких вот нет. Но на государственном уровне, на уровне вот такого там фейсбука, такого активизма, они считают, что есть такая коллективная ответственность, поэтому мы вот будем всех там это. Ну и хорошо, что в России до такого маразма не дошло. Мне вообще сложно себе представить, чтобы наших спортсменов кто-то травил за фото с украинскими спортсменами. Ну, только если совсем уж какие-нибудь отмороженные ватники из одноклассников, для которых там всех охлык козлы, у которых тоже там в голове там что-то намешано. На этой неделе комика и драка Мерзалезаде решили выкинуть из России. Ранее его лишили вида нажительства и даже помариновали в спецприемнике 10 суток. За что? За то, что он пошутил в неудачное время. Я специально не говорю, что он неудачно пошутил, потому что обсуждать саму шутку, насколько она вырвана из контекста, насколько можно, нельзя так шутить и так далее, я не хочу. Уже, мне кажется, все успели составить свое мнение на этот счет. Была шутка, кто-то прослушал ее всю и понял, что это ничего страшного. Нет, кто-то слышал там только фрагмент и ужасно оскорбился. Тем не менее, гораздо интереснее, почему на комика вообще обрушилась вся мощь правоохранительных органов. То есть, еще раз, сначала на него было совершено нападение. То есть, какие-то активисты собрали деньги, устроили самосуд и выписали ему леща. Потом его судили и дали ему 10 суток за вот это вот все разжигание. И после этого еще лишили вида нажительства и после этого его вообще пожизненно виздили из России. Сказали, все, ты нам здесь больше не нужен. То есть, почему в целом проходной инцидент, слушайте, вы даже не понимаете, какие шутки шутятся на этих всех стендапах и там просто ***. Почему в целом этот проходной инцидент, за который комик, кстати, извинился. Он принес извинения всем, кого-то шутка его там задела, обидела. То есть, он не просто разогнался до какого-то всероссийского масштаба, но и явно дошел до руководства МВД и других силовых структур. Ведь решение выслать человека из страны просто так не принимается. И Драк внезапно стал главным злодеем, главным врагом государства российского. То есть, кажется, что уже проблем других у нас нет. Вот сейчас расправимся с Драком и тогда заживем. На самом деле он стал удобной возможностью отомстить за все унижения, обиды и беспомощность на национальной почве последних месяцев. За Киргиза, который там обматерил русскую девочку и кинул в нее калькулятор. За языковые патрули в Казахстане. За бывшего посла Азербайджана, который пинал Жириновского, а в итоге назвал всех русских свиньями. Возмущенной общественности в соцсетях нужно было как-то отвечать. Да, потому что люди смотрели на все это. У нас СМИ форстили вот эту вот националистичку такую тему. Наших обижают, наших обижают. И государство должно было что-то ответить. Государство должно было что-то сделать для русских, которые чувствуют, что их где-то как-то там ущемляют и обижают. А как ответить? Ну вот нашли комика и торжественно вручили ему чемодан и билет в один конец. Мол, мы тоже можем ответить. Никто не смеет обижать русских, поэтому мы и дракуем из России. У нас российское государство. Посмотрите, как мы можем, как мы можем постоять за своих. Смотрите, дорогие избиратели, как государство отстаивает национальные интересы. Не, можно было, конечно, сделать дороги, поднять пенсии, отремонтировать больницы. Сделать так, чтобы русские не ходили наконец-таки сраблять зимой в яму. Чтобы не выносили какой-нибудь Хабаровский из своих гнилых бараков. Несчастные бабушки, несчастные люди, кто там строил этот Хабаровский, работал на заводах. И теперь в старости им остается помои, выносить свое дерьмо на улицу в любой мороз. Может быть, как-то стоило о русских подумать? Нет! Мы за русских горой будем стоять. Мы вышлем и драка из России, чтобы показать всем, что русских никто в обиду не даст. Пусть дальше срут на морозе в свои ямы. Пусть живут в гнилых бараках. Пусть в этой чите ходят по улицам среди диких псов. Главное драка. И драка из России. Теперь все хорошо. Когда была компания коллег, друзей и драка, они развернули такую компанию. И драк не враг. И здесь стоит остановиться тем, кто радуется, кто улюлюкает. Говорит, что хорошо, что пиздели. И спросить себя, а действительно ли сегодня и драк враг русских людей? Враг России, враг против которого надо бросить все силы государства, чтобы ноги его не было на нашей святой земле. Особенно, кстати, показательное тут ликование вот этих вот недобитых русских националистов. Недобитых, да? Почему? Потому что последние лет пять государства методично пиздило русских националистов. Сажало, репрессировало их лидеров. Уничтожало русских националистов. От фанатских движений до каких-то совсем неонацистов и так далее. Все эти русские марши и так далее. Вот этих русских националистов, которые там ходили своими имперскими флагами. Их практически уничтожило то самое государство, которое сегодня и дракой русские националисты хлопают этому государству. Они говорят, молодцы. То есть то самое государство, которое единственным русским националистом оставило этого комичного пенсионера Жириновского. И теперь русские националисты благодарят это государство. Благодарят государство российское. Благодарят полицию, что они выкинули все-таки этого и драка за границу. Отомстили, постояли. Хорошо, хорошо. Они думают, хорошо, не только нас. Ой, как хорошо, что не только нас. И здесь хочется напомнить, что главный враг русских, да и вообще всех жителей нашей великой многонациональной России. Это система, которая вот так вот без суда, без следствия, одним розчерком пера может сожрать любого и косточек не оставить. Главный враг русских это беспредел, узурпация власти, разрушенные государственные институты. Вот об этом нужно помнить. Айдрак это случайно жертва, чтобы просто отвлечь ваше внимание. Потому что, конечно, куда проще пиздить какого-то несчастного комика, который где-то что-то пыню ляпнул. И теперь раздули такого-то какого-то великого скандала. И еще я часто вижу там комментарии. Варламов, попробовал бы он так про евреев пошутить, так бы ты его защищал. Попробовал бы он так, не дай бог, там в мечети станцевать или там что-нибудь про чеченцев бы сказать. Вот посмотрел бы, что с ним будет. Друзья, сразу хочу задать вопрос. То есть вы считаете, что если человек пошутит про евреев, про кавказцев и у него после этого начинается проблема, это правильно. Да, то есть давайте будем последовательными. Я считаю, что за шутки, за слова нельзя репрессировать человека. Я считаю, что можно шутить, юмор он такой. Нельзя. Приходите, говорят, ты не шути про это, ты не шути про эту религию, про эту национальность, про это. Не шути про Россию, не шути про Украину, не шути про Азербайджан, не шути про помидоры, не шути про моего Лёву. Не смей шутить вообще, потому что пи***ц. Юмор он на то, и юмор он бывает, да, он бывает разный, а пи***ц от юмора. То есть те, кто пишут в комментариях, попробовал бы он так продолжить, вы считаете это нормально? Я считаю, что ненормально. И я последователь своих рассуждений. Я считаю, что нельзя репрессировать человека за шутки, за слова, какие бы они кому неудачные не показались. Не нравится какой он шутит, не ходите на его выступление, не смотрите его YouTube-канал, не донатьте ему. Шутите про него, и тогда всем будет счастье. Ну и закончим новости шовинизма позитивной нотой. Каут Ахметов, организатор тех самых пи***цких языковых патрулей в Казахстане, бежал из своей страны в Грузию. Он решился на этот шаг после того, как на него завели уголовное дело о разжигании межнациональной розни. Дело сделали вполне справедливо, и есть в этом некая ирония. Казахский националист теперь не может жить в Казахстане. Я напомню, что Ахметову ранее уже запретили въезд в Россию на 50 лет из-за разжигания межнациональной розни. На своем YouTube-канале он выкладывал видеозаписи из различных кафе в Казахстане, и каждый раз Ахметов провоцировал конфликт из-за того, что его не могли обслужить на государственном языке. В отношении персонала он использовал такие термины, как фашисты и гастарбайтеры. На него завели уголовочку, и несколько выпусков назад в ЧП я говорил, когда начали форсить у нас эту тему, я говорю, ребята, подождите, подождите, потому что эту тему форсит. Не надо считать, что все казахи, да, они такие жуткие националисты и притесняют русских. У нас же как, посмотрите, русских бьют, какой ***, мы сейчас должны чуть ли не войска вести, отстать интересы русских. Казахстан очень правильно все решил. Появился какой-то ***, который занимается ***, языковые патрули, ***, пионеры. Где вас откопали, ***, надо быть дегенератом, чтобы *** до слабых там каких-то женщин, которые там работают в общепите, просто ***. Все, на него возбудили уголовочку, совершенно адекватный, нормальный ответ государства. Надеюсь, грузин его выдадут, и этот товарищ получит заслуженных *** и больше не будет заниматься никакими языковыми патрулями. У нас же в свое время там раздущий *** скандал просто вселенского масштаба. Посмотрите, какой *** творится в Казахстане. Так, теперь вот что. Я помню, друзья, вам понравился, как мой друг Арсений рассказывает про Сингапур. Арсений, прием, ты тут? Привет, Илья, привет, друзья. Пару выпусков назад я рассказывал вам, как у нас дела в Сингапуре, что у нас происходит. И в комментариях вы попросили продолжить какие-то маленькие врезки о том, что здесь с здравоохранением, с образованием, с недвижимостью. Просто рассказывать о Сингапуре побольше. И начать, естественно, я решил с подробного рассказа о легализованной проституции. Арсений, не пали малину, у нас же серьезная передача. А, ок. В общем, о легализованной проституции мы поговорим как-нибудь в другой раз. У нас, на самом деле, наработан с Ильей материал. В прямом смысле, кто читает его блог, наверняка видел много зарисовок о Сингапуре. Поищите, там есть точно про легализованную проституцию. Где-то даже и на кадрах я попадаюсь. Сегодня мы поговорим о том, что делает Сингапур не открыточным. Если вы интересуетесь открыточным Сингапуром, я вам просто сэкономлю время. Лучший фильм для того, чтобы познать Сингапур открыточный, это «Безумно богатые азиаты». 2018 год, могу от себя добавить, что не было еще ни одного такого дня рождения, чтобы я не выехал на контейнеровозе с обнаженными европейского вида женщинами куда-нибудь в открытое море и не пострелял бы из гранатомета. Ну, не было у меня такого дня рождения до сих пор. Сингапур сейчас занимает второе место на планете по ВВП на одного жителя. Здесь 5,7 миллионов человек проживает. Где мы находимся, если вы не знали, такая маленькая красная точка. Мы, в принципе, так и себя и называем Little Red Dot. Little Red Dot стоит ровно на экваторе. Расположен на очень небольшом количестве островов. В сумме здесь 770 квадратных километров площади. То есть два Сингапура могли бы разместиться на территории одного Санкт-Петербурга, но не хотят. Синев! И сегодня я подумал, важно рассказать о основополагающей возможности такой замечательной жизни в Сингапуре. Это сингапурская армия. У Сингапура есть очень важная национальная доктрина, которая заключается в полной безопасности, внутренней стабильности, а также дипломатии. Армию невозможно отключить от остальных двух компонентов. И когда мы говорим об армии, в целом поведение ее на мировой арене было еще сформулировано в 1966 году лидером нации Ли Куан Ю, который сказал, что нам нужно быть как ядовитая креветка в мире, где главенствуют большие рыбы. Как таковых угроз у Сингапура в принципе нет. Сингапур сейчас окружен Малайзией, которая входит в тот же самый альянс, в котором Сингапур состоит. Этот альянс включает в себя Новозеландию, Австралию, Малайзию, Сингапур и Великобританию. Другой сосед Сингапура это Индонезия, у которой очень сильная армия. Также, если вы читатель блога Уильи, посмотрите его замечательные заметки из наших путешествий по Индонезии. Там очень много военной техники на улицах всегда. И сингапурцы просто приняли для себя максимальную обороноспособность как способ продемонстрировать свою готовность защищать свою землю. На тысячу человек в Сингапуре всегда 52 военнослужащих. В каждом из жилых домов Сингапура в любой квартире есть бомбоубежище. Сингапур очень хорошо вооружен. Сейчас здесь 4 подводные лодки. Около 40 различных кораблей, входящих в флот ВМФ. Около сотни истребителей F-15, F-16 разных модернизаций поколений. В предзаказе 12 новейших истребителей F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Там один шлем пилота стоит 400 тысяч долларов. Здесь есть 170 танков. Они здесь постоянно тренируются и стреляют. В Сингапуре кроме двух аэропортов, известных своим пассажирским оборотом, есть еще дополнительно 4 аэропорта, принадлежащие вооруженным силам. В рамках некоторых учений обычные шоссе превращаются во взлетно-посадочные полосы. И по ним нельзя ездить на велосипеде, но можно сажать истребители. И у Сингапура для этих 5-7 миллионов человек, что здесь живет, армия вот такая. Но самый интересный факт про сингапурскую армию – это срок службы. Если ты здесь родился, то есть ты гражданин Сингапура, либо если твои родители получили здесь вид на жительство, и ты, соответственно, во втором поколении имеешь вид на жительство в Сингапуре, тебе надо будет отдать службе в армии Сингапура 12 лет. Первые 2 года – это срочная служба. Причем первые 9 недель они проходят на таком острове, который называется Теконг. Туда ходит паром, он за моей спиной как раз этот остров. И первые 9 недель ты просто обалдеваешь. Там тебе предлагают различные услуги по изучению армии. В общем, все проходит так в довольно красивом танце, ничего сложного. Потом начинается реальная муштра, которая продолжается 2 года. В прохождении этих двух лет ты получаешь так называемый «Operational Ready», то есть статус, когда ты можешь какие-то операции выполнять. Некоторые, если ты идешь, например, в кадеты или в офицеры, после этого еще 6 или 10 недель проходят дополнительную службу, получают дополнительные какие-то специальности. После получения специальности тебя определяют к какому-то роду войск, то есть тебя приписывают к какому-то виду службы. Дальше 10 лет в 3 фазы ты постоянно проходишь National Service. То есть ты становишься не резервистом, а полноценным служащим. Ты должен следить за своей физической формой. Каждый год NS-мены, вот они так и называются National Service Men, они должны сдавать бег, потягивания, приседания, как будто это нормы ГТО. Причем там много разных смешных историй о том, как это все готовится, но сложно в свои молодые годы, когда вокруг столько красивой и недорогой пищи, алкоголя и прочего держать себя в форме. Это очень сложно. Спустя 10 лет ты превращаешься в резервиста. 10 лет это не самый короткий срок, но в целом этот путь он проходит несмотря на работу, несмотря на твои увлечения для всех, кто живет в Сингапуре и для тех, кто получил здесь вид на жительство. На самом деле я не служил и поэтому я нашел языка. Я попросил классного сценариста, актера, местного комика, русского парня Леву, который реально отслужил и сейчас как раз стал NS-меном, получил свое ОРД, рассказать байку про сингапурскую армию. Так, сейчас мы переключимся на Леву. Служа в Сингапурской армии 2 года, я первые 9 недель проходил курс молодого бойца или Basic Military Training, как он здесь называется. Там-то со мной и приключилась эта история. В общем, повезли нас как-то на полигон кидать гранаты. Должен сказать, что распорядок дня в Сингапурской армии такой же, как, я думаю, в остальных армиях мира, а именно встать ни свет ни заря, умыться, одеться, поесть за 15 минут и потом сломя голову нестись загружаться в грузовик, который потом привезет на некую местность, там, заросшую травой, где вы будете ждать своей очереди кинуть гранату. В бронежилете, который выдается в комплекте солдата, на нем находится несколько кармашков. Внизу, значит, для обоим, а слева на груди для гранат. Пришла моя очередь кидать гранату. Некий инструктор в звании капитана не из моего взвода выстроил нас в шеренгу и начал их выдавать. Так как белый, да еще и русский я там был единственный, то инструктор, дошедший до меня и выдав мне гранату, выпучил глаза и начал спрашивать вопросы, как после хорошей пьянки. Кто ты? Зачем ты здесь? Что ты думаешь о политике в России? Я, поясняя ему подробности своей жизни, в попыхах засунул гранату в кармашек на груди и, типа, как бы, абы как его застегнул. Вот, распрощавшись с инструктором, я приготовился к своей миссии. Задача была следующая. Добежать до сержанта 40 метров, громко сказать свое звание, имя, номер, айди и заорать, что ты готов кидать гранату. После этого достать ее из кармашка, положить в руку и, значит, дернуть, сказать следующие слова. ЧК есть, ЧК повернута, ЧК вынута. Дальше сержант тебя хлопает по плечу и ты кидаешь гранату. Бегаю я, в принципе, неплохо, но в тот момент нужно было сбавить темп. Добежав до своего сержанта, я резко остановился и в этот момент кармашек на груди неожиданно расстегнулся и из него, подобно тому, с каким рвением солдаты выходят из части в увольнение, вылетела граната. Прокатившись полтора метра, граната остановилась у ноги сержанта. Глаза и выражения лица моего китайского сержанта резко приняли славянский облик. Полигоны учения остановились, я бы сказал, все насторожились. Мы с сержантом бросились в укрытие, где пробыли около минуты. Поняв, что граната не намерена взорваться, я по его команде вышел из укрытия и, собственно, кинул гранату. Она успешно взорвалась. У меня появилась уверенность, что сингапурская военная промышленность бутафорию не производит. Но вот кармашки эти гранатные до добра не доведут. Лучше закупать оборудование в России. Мораль. Не задавайте русскому человеку вопросов про политику во время боевых учений. Ну вот, теперь, когда вы знаете о сингапурской армии, почти все. Я думаю, самое время вам задать вопросы о том, чем я могу помочь вашим знаниям. Это действительно хорошо вооруженный остров. Мне самому было бы интересно узнать о нем больше. Поэтому пишите в комментариях с пометкой «Арсений» или «Арсению». Постараюсь всем ответить ваши вопросы про армию Сингапура. И теперь, когда вы знаете, как Сингапур сам себя защищает, в следующих наших включениях я постараюсь поговорить об интересных других фактах. И, конечно же, я помню, о чем я обещал в начале этой врезки. Илья, за нами! Так, Кира, как думаешь, о чем будет следующая новость? О чем-то хорошем? Нет. Ну, главный скандал у нас какой? Японка съела свинью. Да, это мы еще обсудим. Нет. Который вот этот срач идет. Все начали говорить. Мужское государство. Так. Что? Ты пропустил все? А, про Познякова. Ну, про Познякова, да. Про это мужское государство и про всю эту хуйню. Я уже, в принципе, неоднократно эту тему высказывался. Но здесь в очередной раз привлекается внимание, что вот эта травля самосуда, виртуальный террорист, который меня развернули. Сейчас мы об этом коротко поговорим. Что здесь надо понимать? Что когда государство делегирует кому-то право на насилие и допускает некий вообще самосуд, это очень опасная история. Потому что приводит она к беспределу. Как только допускается вообще возможность этого самосуда, очень быстро появляются различные люди и движения, которые считывают правила игры. Что могут существовать какие-то там тетушки, какие-то, не знаю, казаки, какие-то движения, да, которые делают, как они считают правильным. Так вот, лев против, он считает, что никто не должен бухать. И он ходит вместо полиции, начинает б**ть людей, провоцировать их и так далее. А казакам не нравится, что кто там неправильно в футболках ходит. Они ходят и б**ть, кто ходит в этих футболках. А движение серпот какое-то б**ть вообще, б**ть. Им не нравится мемориал Немцова. А они ходят и начинают нападать на активистов и так далее, и так далее. Так вот, когда государство в своих интересах допускает, что какие-то такие движения могут существовать, они очень быстро начинают плодиться. Потому что соблазн того или иного человека получить в свои руки власть, получить в свои руки силу, получить возможность творить правосудие и так далее своими руками, он очень велик. И появляются различные движения, которые, естественно, они считают, что они творят какие-то благие дела, но на самом деле они творят лютейший п**ть. Особенно п**ть происходит, когда подобные движения считают, что они работают в таком духовно скрепном направлении, то есть они держат нос по ветру. И если государство, к примеру, пропагандирует традиционные ценности, неприятие ЛГБТ, значит с ЛГБТ можно бороться, можно ходить п**ть их, можно их травить и так далее, и так далее. Возможно, даже орден дадут. Так вот, в свое время появилось то самое мужское государство, если вдруг вы про него не слышали, коротко расскажу. И такое патриархальное движение Владислава Познякова, которое возникло сначала в соцсетях, потом стало проводить свои акции уже на улицах. Сегодня сторонники мужского государства занимаются открытым таким виртуальным терроризмом. У Познякова есть армия последователей, это такие довольно странные люди, которые видимо кого-то по фану, весело-то, наш вождь, мы сейчас пойдем кого-то травить. Вот они собственно этим и занимаются. Он в принципе своих сторонников так и называет армия. Там много сторонников, десятки тысяч людей в разных соцсетях. Они координируются и нападают на неугодных людей или на неугодный бизнес. На прошлой неделе они устроили набег на сеть ресторанов Йобида Йоби. Чем она провинилась перед этими ребятами? Спросите вы, что же такое случилось? Ну, они просто опубликовали фотографию с темнокожим мужчиной с тарелкой роллов в окружении трех белых девушек. Ну, при этом девушке не сказать, чтобы они были такая прямо славянская внешность. То есть такой традиционный, можно сказать, европейский интернационал. После этого Позняков повел соратников в атаку на компанию. Ему показалось, то есть этот решил, что компания, которая вообще не нравится, не заказывай там суши. Он решил, что в нашей стране это неправильно. Что они такие русские правые, а тут какого-то чернокожего парня вставили. И вообще это не дело. Поэтому компанию нужно уничтожить. Никто в России, по мнению Познякова, не имеет права так делать. Они начали заниматься таким виртуальным терроризмом. Они начали бомбить Йобида Йоби левыми заказами. Не оплачивать их, срать в комментариях, дедосить там сайт, опускать их рейтинги и так далее. Потом они опубликовали ссылки на соцсети девушек, которые снились в рекламе. Сука, они-то при чем? Они просто модели, они просто снились в рекламе. Вы что, охуели совсем? И даже опубликовали личный номер основателя Йобида Йоби Константина Зимина. И в итоге те ребята охуели, они явно не ожидали к себе такого внимания таких странных людей. В итоге они удалили оба поста, где фигурировал темнокожий этот мужчина. И опубликовали извинения в ВКонтакте и в Инстаграме. Ну, следующей целью позняковцев стал сетевой ресторан «Тануки». Поводом для их претензий стали опять же посты с темнокожими мужчинами, обнимающимися с женщинами. И еще там у них была радужная коробка для суши. В случае с коробкой в этих радужных цветах им померещилась пропаганда ЛГБТ. Собственно, как радуга может пропагандировать ЛГБТ, это вопрос, наверное, к Познякову и к его дегенератам, которые бегают, начинают там всех ехать. Радуга, сука, это радуга. Выйди на улицу, там радуга. Радуга всегда была в нашей жизни, сука, детская пирамидка, игрушка, это радуга. Сука, чем ты в детстве играл? Каменным углем или, я не знаю, что там, дровами. Это радуга. Я понимаю, если бы там Тануки на коробке писала, дети, долбитесь в жопу и будет вам, сука, счастье, успех и все будет хорошо. Делайте так. И еще какую-то инструкцию приложили. Там можно сказать, ребята, что у детей там, зачем вы это говорите и так далее. Они сделали радужные коробки, сделали и сделали. Твою, ну какое дело. Ну нет. В общем, им не понравилось и они решили, что Тануки нужно проучить. Но, как говорится, не на тех напали. В ответ Тануки опубликовали пост в инстаграме с мужчиной-африканцем и женщиной азиатской внешности. Его авторы заявили, что не собираясь, конечно, удалять никакой контент под давлением. И призвали власти заблокировать каналы Познякова. Тогда последователи этого мужского государства пошли войной против Тануки. Причем их атаки вышли уже за пределы интернета. 30 августа ФСБ получило ложные сообщения о минировании ресторанов в сети в Москве. Одновременно эти позняковцы продолжают бомбить липовыми заказами. И у них сейчас главная цель – понизить им оценки и пытаться заблокировать их приложения в Google Play и App Store. С Тануки, кстати, очень интересная история. Потому что владелец сети Тануки, Александр Орлов, вообще сам живет по принципу «всего пиар, кроме некролога». Его, кстати, неоднократно обвиняли в расизме, сексизме, дискриминации. Например, пару лет назад Орлов опубликовал у себя в Инстаграме вот такой вот пост, умудрившись оскорбить одновременно и женщин, и чернокожих. Затем Тануки решил зашемить полных людей в своей рекламе. То есть изначально Орлов, владелец Тануки, вообще скорее сторонник мужского государства. И по идее он должен вообще стоять в их рядах. Но после этих случаев контент Тануки сильно изменился, и ресторан решил ворваться в этот скандал на белом коне. Там еще был, кстати, забавный момент, то что Позняков на этой неделе даже решил Яндексу объявить войну, и у них прям была такая атака на Яндекс, что ультиматум, если они до 7 часов вечера не выполнят наши требования, мы пойдем на Яндекс, мы будем размещать какие-то тысячи липовых заказов Яндекс.Такси, Яндекс.Маркет, мы парализуем всю работу и так далее. Спустя несколько часов он опубликовал пост, что ему кто-то позвонил, поэтому на Яндекс мы не идем. Так вот закончилась война с Яндексом, не успев начаться. Но история не про это, история про то, как вообще так получилось, что какие-то хулиганы получили возможность прямо влиять на многомиллионы бизнес, кого-то шантажировать, кому-то угрожать, заставлять извиняться, потому что им не нравится реклама, которая вообще не нарушает закон ничего. А получилось очень просто, когда государство создает благодатную почву для беспредела, не надо удивляться, что на этой почве будут произрастать чудовища вроде мужского государства. Теперь наслаждайтесь, пожинайте плоды. Надо, кстати, отметить, что сам Позняков уехал из России, он находится не в России, предположительно вроде как он в Турции живет там благополучно, потому что в России против него было дело, и он опасается, что в России все-таки его прижмут. А в Турции, сидеть из Турции и накручивать там своих этих миньонов через Телеграм, это за милое дело. Конечно, подобные истории нужно пресекать. Нужно пресекать на корню, чтобы они не плодились, чтобы они не вырастали в такие вот чудовища. Сейчас, я думаю, пройдутся там, прошерстят, наверное, всех этих вот ребят, которые находятся в России, кто по приказу армии, кто по приказу Познякова занимается травлей, занимается нападками на бизнес. Было бы неплохо, конечно, пару десяток, сотни привлечь к какой-то ответственности, чтобы другим неповадно было, и весь этот, конечно, надо прекращать. Мне вот интересно, никто почему-то не хочет узнать, а кто ему позвонил из Яндекса? Да я думаю, никто ему не звонил. Мне кажется, что просто оценили его устные способности и позвонили и поставили с Яндекс. Я думаю, ему позвонил Вован и Лексус. Яндекс.Алиса поставили ему. Пожалуйста, перестаньте травить Яндекс. Хорошо. Я думаю, ему позвонил Вован и Лексус. Это будет, кстати, очень эпично. Представьте, друзья, что однажды утром житель условного Новосибирска или Екатеринбурга который проснулся в дивном новом мире. Он встает с постели, выглядывает в окно своей многоэтажечки, чтобы проверить, на месте ли любимая вот эта кредитная ведерко, а там время как будто замедлилось. На улицах все движется еле-еле, будто в слоу-мо, и как тут подозрительно тихо. И дело вовсе не в обычных пробках. И тут он хлопает себя по лбу и вспоминает, что с 30 августа на всей территории города можно ездить не быстрее 30 км в час. И только на некоторых магистральных улицах ограничение 50 км в час. При этом никакого нештрафуемого порога больше нет. Точнее превысить можно максимум на 5 км, это как повезет с полицейским радаром. А если превысил чуть сильнее, придется заплатить штраф 11 700 рублей. То есть проехать по Новосибирску со скоростью 36 км в час, да еще отдать за это ощутимую часть зарплаты. И это все при невыплаченном кредите за тачку и непогашенной ипотеке за бетонный мешок в муравейнике. Никаких тебе больше 250 рублей за возможность гонять по городу под 100 и сбивать пешеходов, будто кегли. И что самое нелепое, это поддержали все жители города. Да, конечно, вы сейчас думаете, что я несу, конечно, такого не может быть. Какие ограничения в 30 км в час, какие штрафы и так далее, и так далее. Ну, на самом деле, друзья, я не шучу, я не сошел с ума. Конечно, для жителей Новосибирска это все кажется каким-то безумием, но мы с вами говорим про Париж. Потому что с 30 августа столица Франции окончательно замедлилась до 30 км в час. Имеется в виду, собственно, Париж, то есть 20 центральных округов. Теперь ездить быстрее можно только по кольцевой автодороге, бульваром Моришо и нескольким магистральным улицам. Там установлены ограничения в 50 км в час, а на кольце в 70 км в час. Мэрия Парижа рассчитывает, что в пределах тихоходной зоны количество травм в ДТП снизу на 25%, а тяжелых ранений на 40%. По данным Всемирной организации здравоохранения, риск гибели пешехода, которого сбила машина на скорости 30 км в час, составляет 10%. Смертельные риски при ударе на скорости 50 км в час оцениваются по-разному. Но есть универсальное правило, чем быстрее, тем больше шансов погибнут. Вообще, в Париже там много всяких интересных реформ. Проходит там замечательный мэр Анны Дальго. И они к 26 году хотят сделать город полностью велосипедным. Там не будет никакого транзитного движения. Можно будет только технические службы и так далее. С 30-го года в Париж будут полностью запрещены как гибридные двигатели, так и двигатели внутреннего сгорания. В общем, реформы просто фантастические. Я думаю, в ближайшее время весь мир будет смотреть на Париж и поражаться реформам, которые делает парижская мэрия. Но об этом остается только мечтать. Мечтательно будем глядеть с вами на Париж. Кстати, скоро у меня из Парижа выйдет ролик, не пропустите. На вокзале в Казани нашелся олень. И нет, это не очередной водитель, который встал на остановке общественного транспорта. Это самый настоящий олень. Он немного запаниковал в кругу людей и застрял головой в заборе. Это, к слову, о вреде заборов. Они вредят, как видите, не только людям, но и животным. К счастью, казанцы не растерялись, раздвинули прутья забора и освободили животное. Олень ускакал, а позже был замечен возле озера Кабан. Да, природа настолько очистилась, что в Казань вернулись олени. Не зря, кстати, набережное озеро Кабан одно из лучших в России общественных пространств. Вообще, когда в городе неплохая экологическая обстановка, это нормально, что там периодически появляются дикие животные. Те же олени, например, спокойно живут в Вашингтоне. Я помню, у меня тоже был такой шок, когда идешь по Вашингтону, а тут в парке какой-то там скверик, хоп, прыгает олень. Ну и все нормально, там уже все привыкли. Ну или в Японии тоже, в некоторых городах олени совершенно спокойно себя чувствуют. Так что в Казани можно только позавидовать, что у них все настолько классно, что там бегают олени. А по Москве иногда бегают лося, потому что у нас есть национальный парк «Лосиный остров», который периодически всякие п***цы хотят застроить своим говном. С 1 сентября власти Украины запретили въезд в страну и транзит автомобилей с номерами Приднестровья. Пограничники на посту просто разворачивают машины обратно. Местное телевидение утверждает, что происходит это по просьбе молдавских властей. Ну вообще ничего удивительного здесь нет. Приднестровье никем не признано, кроме таких же непризнанных государств. И даже с точки зрения России, хотя казалось бы. Но даже Россия считает, что это территория Молдовы. При этом Приднестровье почему-то использует автомобильные номера с собственной символикой, которые не котируются вообще ни в одной стране мира. С 2014 года такие машины перестали вообще пускать в Европу. При этом Молдова с 2018 года выдает специальные нейтральные номера, по которым можно въехать в ЕС или в Украину. И возникает вопрос. Получите эти нейтральные номера в Молдове и не вы***тесь. Нет ничего сложного. Но в Приднестровье уже орут, что это нарушение прав человека. Сколько вообще Украина должна пускать хер пойми какие приднестровские машины? Учитывая, что это непонятное формирование, никем не признано. Как потом с этого водителя штрафы получать? Как потом у выискательного совершит какое-то ДТП? Совершенно логично, что с какими-то левыми номерами на свою территорию нормальные ребята не пускают. Так что не вижу вообще никакой проблемы. Кстати, недавно я побывал в Приднестровье и снял там ролик. Не забудьте посмотреть. Ссылочка в описании. Макдональдс решил зарегистрировать в России товарный знак МакДак. В принципе, давно уже можно было использовать народное название. В том числе для того, чтобы его не п***ли. Всякие забегаловки в Дагестане и других регионах, где срать хотели на авторские права. Это, кстати, забавно. Раньше компания бомбила, даже если всего лишь писали через мягкий знак. Они считают, что например, МакДональдс писать нельзя, надо МакДоналдс писать и никак иначе. Сейчас она наконец-таки смирилась с российским прозвищем и можно теперь называть просто МакДак. Главное, что теперь не возник конфликт с Диснеем. Потому что Диснею МакДак тоже чувак, не чужой. Это, кстати, очень классный тренд брать народное название. Я в Петербурге видел перекресток, который рекламировался под знаком Перек. Перек? Да. Я тебе отвечаю. В Краснодаре таксист отказался везти пассажира, от которого плохо пахло. Он посоветовал молодому человеку купить себе дезик и отменил поездку для всей компании. Ваня, что мне теперь делать? Ехать нюхать тебя или что? Хорошо, отменяй. Я отменил, все, свободен. К счастью, видео пока не передают запахи, поэтому мы не знаем, действительно ли от пассажира так плохо пахнет. Но вообще история довольно сложная для какой-то однозначной трактовки. Есть, кстати, такая вот либертарианская идея, которая предусматривает частную дискриминацию. Это когда владелец такси или ресторана или магазина может отказать в обслуживании. Ну, кто ему не нравится? Не нравится, пошел. Есть, напротив, такая вот левацкая идея. Это когда клиент всегда прав, все равны. Если ты работаешь таксистом, то кому-то можешь отказать. Давай вези хоть обосранного, хоть обоссанного, любого хама. Не нарушает он законодательство. Вот и бери его и вези. А что, нравится, не нравится, это уже никого не... Сложно сказать однозначно, как в этой ситуации бы я поступил. Я придерживаюсь, скорее, такой умеренной середины. И на самом деле современные технологии должны позволить найти какой-то здравый компромисс. Например, если немытый клиент садится в машину, ему нужно просто занижать рейтинг в приложении. То же самое и с таксистом. Потому что сейчас тебе приезжает какая-нибудь засранная, насквозь прокуренная машина, где так же таксист не мылся. Неделю от него воняет, просто некомфортно ехать. Да, ты можешь отказаться от поездки, получить штраф, и можешь поставить оценку этому таксисту. Почему это не может сделать таксист, совершенно непонятно. В общем, в таком случае, когда, по мнению таксистов-пассажиров, таксист имеет полное право отказаться от поездки, возможно, придется заплатить таксисту какой-то штраф, что он отказался, и все довольны, а клиент пусть вызывает другого таксиста, может быть, у которого коронавирус не различает запахи. А вообще, друзья, нужно уважительно относиться друг к другу, и тогда мир будет немножечко лучше. В России с 1 сентября ввели новый дорожный знак «Фото-видео фиксация». Раньше такая табличка уже была, ее ставили перед каждой камерой, теперь знак будет обозначать всю зону, где действуют камеры. По сути, можно установить один такой знак на въезде в город, в котором есть хотя бы одна камера и все. Об остальных камерах, если вы впервые в городе, не будет знать, наверное, только ваш навигатор. Мне кажется, новость скорее хорошая, раньше водители притормаживали перед камерами, а потом снова разгонялись как бешеные. Теперь они будут знать, что камера может поджидать их где угодно. К тому же раньше они могли оспаривать штрафы, доказывая, что таблички перед камерой просто не было, и нас не предупредили, что камера, поэтому штраф не платить не будет. Теперь штраф будет отменить невозможно. Я считаю, что это прекрасно, жалко только, что штрафы все еще остаются мизерными, и злостные нарушители по-прежнему могут их игнорировать. А вообще, я думаю, в светлом будущем мы будем жить в мире, где нарушать право дорожного движения будет невыгодно. И дело здесь не в камерах, а дело всяких искусственных интеллектов, которые будут оценивать стиль вождения. Как, например, сегодня есть в Яндекс-Драйве, это кар-шеринг яндексовский, когда вы берете машину, у вас есть рейтинг, вас оценят, как вы водите, насколько резко вы там перестраиваетесь, резко тормозите, насколько вы нарушаете скорость. Там же стоит приложение отслеживать по GPS, превысили скорость, у вас сразу красная зона появляется. Если вы нарушаете правила, вас могут на несколько дней заблокировать, или у вас будет повышенный тариф. У каждого клиента есть своя шкала, насколько он классно себя и хорошо ведет. То же самое могут использовать страховые компании. То есть аккуратно водить будет выгодно, потому что у вас будет пониженная страховка. Так можно, кстати, мотивировать различных водителей уменьшать транспортный налог, если они аккуратно водят и не нарушают правила. И так далее, и так далее. В общем, я думаю, скоро новые технологии принесут нам какое-то подобие того самого страшного социального рейтинга, и нарушать правила будет просто невыгодно по многим аспектам, и жить станет немножко лучше. Хотя я уже жду не дождусь, когда искусственный интеллект уже придет в наши города и заменит водителей на роботов. И тогда будет вообще все ***. Кстати, тот же самый Яндекс говорит, что они в ближайшее время уже тысячу машин собираются выпустить на дороге общего пользования. Вот, в виде такси. Они заканчивают тестирование у них в Иннополисе и в Сколково. Уже давно есть машинки на автопилотах, и скоро их уже собираются выпустить на дороге общего пользования. Я думаю, это будет просто ***. Кстати, напишите в комментариях, сели бы вы в такси на автопилоте. Губернатор штата Виргиния Ральф Нортеп посмертно помиловал семерых чернокожих мужчин, казненных в 1951 году за изнасилование белой женщины. В 1949 году некая Руби Флойд приехала в черный район города Мартинсвиль, штата Виргиния, чтобы получить деньги за проданную одежду. Там ее и изнасиловали. Жюри присяжных, состоявшее исключительно из белых, признала виновными в этом преступлении семерых черных мужчин. Их всех казнили на электрическом стуле. В помиловании, кстати, не указано, была ли эта семерка на самом деле виновна. Ну, губернатор считает, что приговор был вынесен на расовой почве и поэтому несправедлив. Нортеп сказал, что... Эти люди были казнены, потому что они были чернокожими, и это неправильно. Их наказание не соответствовало преступлению. Их нельзя было казнить. Потомки казненных, конечно, сразу же устроили спектакль с рыданиями, прямо как семья Джорджа Флойда. Что ты думаешь? Что-то вообще... Какие-то постоянные проблемы в Америке с Флойдами. Главное, что у нас нет проблем. И пи***, конечно. Реально, что у нас все пи***. А в России тем временем продолжается предвыборный цирк, точнее, предвыборный цирк. Журналист «Новой газеты» раздобыли аудиозапись, которая, предположительно, была сделана на секретном тренинге по фальсификации выборов. Голос ведущей оказался похож на голос советницы мэра Королёвой Жанны Прокофьевой. Женщина на записи объясняла подчинённым, как правильно вбрасывать на думских выборах за Единую Россию. Нам интересна конкретная цифра и конкретная партия. 42-45. Это по списку, за партию. Она назвала процент, к которому все должны стремиться. По её словам, такую задачу перед городом поставили люди из Главного управления территориальной политики правительства Подмосковья. Новая газета передала запись в Центроизбирком. ЦИК тут же объявил, что проведёт проверку до изучения всех обстоятельств Королёв направлена группа оперативного реагирования. Я уверен, они разберутся и, конечно, никаких фальсификаций на выборах быть не может, потому что это просто недопустимо, это нечестно, это неправильно, это нехорошо. Поэтому не будет. Мы же живём в хорошей и честной стране. Да, Кир? Да, официально. У нас всё очень официально сегодня. Кроме того, ЦИК потребовал от Медузы, нашего любимого иностранного агента, опровергнуть, что кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Потапенко был снят с выборов Верховным судом из-за наличия акций Яндекса и Сбербанка. Вы не поняли. Всё иначе, поясняет ЦИК. ЦИК! 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 ЦИРК! ЦИРК поясняет. Короче, тема такая, что Потапенко сняли с выборов, якобы у него были иностранные акции. Медуза пишет, что... То есть, у чувака нашли акции Яндекса и Сбербанка, сказали, что они иностранные и сняли его с выборов. Значит, ЦИК, конечно, дико возбудился. Как это так? Сейчас мы ответим. И они в своём Телеграмчике ответили. И дальше перечислили, какими акциями на самом деле владел Потапенко. Среди них, кстати, по мнению ЦИК, такие иностранные компании, как зарегистрированная в Нидерландах Яндекс.НВ. Яндекс, это такая, видите, супер иностранная компания. Головная компания Полиметалл с острова Джерси. И британская Газфинанс, которая выпускает вообще облигации для Газпрома. Да, там были ещё акции на самом деле иностранных компаний типа Эппл и Тесла. Но то, что ЦИК считает акции Яндекса, Полиметалла или Газфинанс, то есть стопроцентно российские компании, ну пусть они зарегистрированы за рубежом. Какая б***ь, аккуратность. Понятно, что Яндекс, это российская компания. То, что их наш ЦИК считает иностранными, это, конечно, очень забавно. Кстати, интересно относительно всех этих полиметалла с острова Джерси. Там Путин несколько лет назад что-то там про деофшоризацию говорил. Я что-то не помню. Какие-то вроде офшор надо закрывать. Как-то странно, не знаю. Ну, в общем, Потапенко виноват во всём. Поэтому Потапенко сняли с выборов и б***ь, покупать акции Яндекса и других компаний, если хочешь баллотироваться в Государственную Думу. Должен быть честным, как все депутаты Государственной Думы в нашей прекрасной честной стране. А такие проходимцы с акциями Яндекс и Газпрома, как Потапенко, конечно, даже близко не должны подходить к выборам. Помните, пару недель назад Шойгу сказал, что пора строить новые города в Сибири? После этого министр развития Дальнего Востока подытожил Путину, что первый город-миллионник появится на основе Владивостока. Бедный Владивосток. А рядом с ним построят город-спутник под креативным названием... Спутник? Спутник. Сука, далеко говорить не надо. Хорошо пошло, б***ь. Хорошо, хоть не спутник Ви. Конечно, б***ь. Ребят, креатива я не хватает. Ребят, приходите к нам, я вам помогу. Смотрите, был спутник, поисковик. Миллиарды все п***ли, забыли, как страшный сон. Появилась вакцинка, назвали спутник Ви. Вроде тема пошла. Если не хотите обосраться с городом-спутником, назовите его спутник Ви-Ви. Во-первых, отсылочка, да? ВВ, спутник ВВ. Подсказываю вам, не тупите, спутник Ви-Ви. Ну и потом, довольно мило, с азиатской ноткой. Спутник Ви-Ви. Мне кажется, должно зайти. Особенно на Дальнем Востоке. То есть, не только во Владивостоке, они такие, думают, ну все. У нас сейчас будет город-миллионник. Заживем, наконец-таки. Но тут. Помните этого? В риу губернатора Хабаровского края господина Дегтярева. Он сразу не согласен. Он уверен, что Хабаров станет городом-миллионником. Раньше Владивостока. То есть, теперь Владивосток и Хабаровск, они будут сражаться за статус первого города-миллионника. Все. Похоронят. И Владивосток, и Хабаровск. Ребят, реально нет никаких оснований считать, что Хабаровск и Владивосток станут миллионниками естественным путем. В Владивостоке население за последние 20 лет выросло на невероятные 2 тысячи человек. В Хабаровске на 7 тысяч. Ну то есть, пока темпы рост за 20 лет, ну как-то так себе. Может, если справиться с коронавирусом, то к концу века такими темпами по 700 тысяч наберется. Что должно произойти, чтобы население увеличилось на 40% и в Владивостоке, и в Хабаровске? Мне, если честно, непонятно. Может быть, Дегтярев хочет осеменить 500 тысяч женщин в Хабаровске? Ну я подумал, что какое-то решение должно быть свежее креативное решение. Нет, у меня есть другая идея. Смотри, смотри. Во-первых, напрашивается. Какое решение? Какое решение напрашивается, если нужно срочно увеличить население города на 40-50%. Ну вот как было с новой Москвой? Прорвать границы? Нет. Прорвать границы, там Китай рядом. То есть, можно реально открыть границы для китайцев и welcome. То есть, давняя мечта, конечно, и хабаровчан, и Владивостокцев исполнится. Поручение Путина же надо как-то выполнять. То есть, Путин сейчас уедет. Ну, Путин запомнил, да, что ему обещали города-миллионники. А где? Все, они побегут, эти же болванчики сейчас побегут исполнять. Значит, можно заселить туда китайцев. Правда, не очень понятно, чем китайцев там заманивать, потому что средняя зарплата в Китае уже давно выше, чем на Дальнем Востоке. Лес они и так совершенно спокойно выводят. И вообще, китайцы себя хорошо чувствуют. Им наш Дальний Восток уже не очень ясно. Ну, может, только если землю им начнут раздавать, тогда они приедут, включат их в программу вот этот вот дальневосточный гектар. Но есть и другой вариант. Можно по старой доброй памяти, ну, кого-нибудь депортировать на Дальний Восток. Тем более, опыт такой есть, и, как мы видим, уже и Сталин у Лаврова не такой уж и злодей, и нельзя обижать Сталина. Так может быть, у нас сейчас и прекрасная мудрая политика Сталина в плане переселения народов тоже поможет Хабаровску и Владивостоку стать городами-миллионниками. Непонятно только, кого переселят. Чувствую, Кир, всяких хипстеров из Москвы и Петербурга переселят, так что придется нам с тобой паковать чемоданы. Что? Почему мы-то хипстеры вдруг? Кто? Креативный, сука, класс, первый на хипку с пляжа идет. Пока Магадан не становится миллионником, я спокоен. Можно трэш-стримеров? Давай начнем с трэш-стримеров. Ну мы уже пришли к выводу, что мы не хотим загрязнять ни один уголок страны. Придет-то нам ехать. Ну что, партия сказала надо. Комсомол ответил есть. Все, поедем, собираем вещи и как комсомольцы поедем на Дальний Восток, так сказать, выполнять наставления нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Спасать хабаровских женщин от Дегтярева. Вот, но с другой стороны, смотри, еще есть Шойгу у нас. Я знаю, что делать! Я придумал, что у нас делать. Отправить Шойгу в отставку. Что ты такое говоришь, Кир? Пожалуйста, я не хочу, чтобы закрыли мою фантастическую передачу. Нет, смотри, армия России сегодня почти 2 миллиона человек. Понимаешь? То есть мы оттуда берем мобильные 300 тысяч, которые наряжаются в костюмы жителей и к приезду Путина. Они просто ездят за ним. И город такой миллионник на выходные. И они приезжают в Хабаровск. 300 тысяч приехало. Им всегда дают прописку. Все, они ходят по улице, сюда-сюда снуют. Все на лавочках кормят голубей, футболки. Мы там за Путина. Путин летит в Владивосток. Эти же чуваки там десантируются. Они уже в Владивостоке его ждут. Путин такой, ебать, расплодилось людей. Вот я красавчик такой, лидер национальный. В какой город не приедешь, там миллион населения. И взрослые все уже такие. И красивые такие, подтянутые, спортивные. Мне кажется, классный план. Не, можно, конечно, всяких охранников туда... Надо подумать над великим переселением. Пишите варианты в комментике. А пока, друзья, посмотрите, как люди в будущем миллионники развлекаются. В Хабаровске случился *** на 1 сентября. Вообще 1 сентября само по себе *** никогда не любил этот день. Но тут *** прямо двойной. Итак, в Хабаровске какая-то *** дура, работающая учительницей, решила зачем-то станцевать танец живота перед первоклашками. *** первоклашкам смотреть на сотрясение ее груди и брюшка вообще *** непонятно. То есть, что *** должно было бы мне его благодарить? Какой *** этот ***? Как это, почему? Непонятно. В общем, решила она станцевать. Вообще, довольно странный ход там с точки зрения авторитета учителя. Ну, то есть, если он дальше работать с этими детьми, ее как-то уважать должны служиться. А тут *** да, это та тенка сиська трясла нам на 1 сентября. Ладно, ну, станцевала и станцевала. Но главный *** случился позже. Потому что мэрия Хабаровска опубликовала видео с извинениями станцевавшей учительницей. Я хочу искренне принести извинения всем детям, родителям и всем тем, у кого мое выступление вызвало какие-то негативные эмоции. Изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить. Извинения, кстати, сняли на такую профессиональную камеру. Прям, Кир, может даже ты снимал, я не знаю. Не-не-не. Смотри у меня. Я увидел, как пресс-служба мэрии Хабаровска прямо приехала и сняла ее извинения. Извинения на камеру с такой чисто чеченской традицией решения конфликтов переросло уже в какую-то национальную забаву. Извиняться начали задержанные в отделах полиции. Извиняться начали там накосящившие учителя. Скоро по федеральным каналам будет какой-нибудь час извинений. Каждый вечер провинившиеся будут просить у общества прощения. Реально какой-то *** творится. Ну и прокомментирую на эту ситуацию Олег Кашин. Олег, привет. Тебе слово. Привет, Илья. Изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить. Эта фраза, наверное, должна войти в золотой фонд новейшего нашего абсурдизма, потому что, ну чего уж там, мы уже привыкли, когда люди на камеру извиняются либо за классика оскорбления Рамзана Ахматовича Кадырова и чеченского народа, либо за танец тверк на фоне какого-нибудь вечного огня, либо еще за что-нибудь. Это уже как бы наша стандартная практика. И, в общем, можно было как бы сформулировать, да, что, ну в самом деле, гораздо лучше, чем садиться в тюрьму на годы за какой-нибудь, опять же, фальсификацию истории или еще что-то. Но, оказывается, невозможно остановиться. То есть невозможно очертить круг вот этих запретных тем, за которые, да, извиняются, а все остальное остается по-прежнему. Нет. И уже, процитируя официальное название, восточный танец птицы счастья, хотя журналисты назвали его танцем живота, уже танец на школьной линейке также делается предметом извинений. Причем учительница хореографии из Хабаровской школы, надо отметить, приносила свои извинения даже не в личном аккаунте, допустим, в Инстаграме, да, а во Вконтакте мэрии города Хабаровска. То есть в мэрии Хабаровска какие-то люди озаботились тем, чтобы организовать съемку этих извинений. И также остается подвисшим вопрос об увольнении директора школы, потому что она написала заявление об увольнении, его пока не рассмотрели. Ее дело находится на рассмотрении у городских властей, потому что выясняется, соответствует ли она своей должности после этого танца. Когда говорят, да, что вот там страна дичает, да, или начинается какая-то новая, неприятная, диктаторская или авторитарная жизнь, да, всегда почему-то, вот читая учебник, ты думаешь, вот вчера было счастье, свобода, птички пели, да, а на завтра на страну спустилась ночь и началась как бы какая-то мрачная история. На самом деле нет, сползание всегда постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и, наверное, вот стоит отмотать пленку назад и вспомнить, кто извинялся первым. Я, откровенно говоря, не помню, ну, наверное, это была Чечня, какие-нибудь вот, помню, парня без штанов на беговой дорожке, который извинялся перед Кадыровым лет шесть назад. И как бы это было жутковато, при этом, ну, понятно, да, другая культура, там традиции такие действительно, ну, хоть и унижают, но лучше, чем если бы убили. А потом постепенно-постепенно это приползает к нам, и мы уже всерьез начинаем дискутировать. Ну, а давайте разберемся, да, а вот танец на школьной линейке, он оскорбительный или нет? А вот ее платье телесного цвета, кажется, что она была голая, или это слишком ханжество думать, что она была голая? И, естественно, хорошо, мы этот вопрос пройдем, как бы никого он не потрясет, не шокирует, никто не рванет рубаху, не скажет, так жить нельзя. И завтра уже люди будут извиняться, ну, не знаю, допустим, за прическу, как у Варламова, своей прической я никого не хотел оскорбить. Друзья, традиционные новости из Китая. Великолепный, потрясающий Андрей из Китая скажет, что у вас происходит. Андрей, привет, тебе слово. Всем привет, на связи Пекин. Ни неделя не проходит без того, чтобы китайские регуляторы не предприняли новых попыток по борьбе с вредоносной информацией в сети. Если на прошлой неделе я вам говорил о том, что власти Китая решили бороться с фанатскими сообществами китайских звезд, а также с блогами, которые неправильно интерпретируют экономическую политику властей и могут быть использованы для шантажа против коммерческих компаний, на этой неделе было решено начать бороться с женоподобными блогерами-мужчинами. Все началось с довольно популярного в Китае тиктокера, который записал ролик «Ем персик». На этом ролике он наложил на себя кучу бьюти-фильтров, ел персики из банки, при этом же манничал, хихикал, и под роликом было очень много комментариев на тему того, что он выглядит слишком женоподобно, а зрители из-за этого так страдают, что просто кушать не могут. Ну и платформа, недолго думая, блогера заблокировала, а в те его ролики удалила. После этого китайские регуляторы приняли новые гайдлайны поведения в сети, в котором предупредили, что блогеры должны вести себя морально и не загрязнять социальную атмосферу. Кстати, дискуссия о борьбе против женоподобных блогеров-мужчин в Китае не нова. Последний всплеск относился к 2018 году, когда была похожая история, но тогда за блогера вступились ни много ни мало официальные СМИ Китая, которые написали, что эта ролевая модель для мужчины вовсе не обязательно, а разнообразие является частью политики инклюзивности. По всей видимости, те времена позади, и теперь с такими блогерами будут бороться. Заодно, кстати, приняли постановление, согласно которому теперь актеры, лайвстримеры и блогеры должны будут проходить регулярные тренинги, на которых им будут объяснять, как правильно себя вести в сети, соблюдать моральный облик и не загрязнять собой социальную атмосферу. Новых правил поведения в сети становится так много, что за ними уже непросто уследить. Зато они спровоцировали довольно любопытную заочную полемику двух видных авторов, которая состоялась на этой неделе. Сначала бывший редактор официальной китайской газеты Лигуанмани опубликовал себя в личном блоге эссе, в котором не скрывал радости по поводу нынешнего закручивания гаек. Он написал, что Китай стоит накануне глубинных преобразований, которые скоро сметут как пыль всех этих науваришей, разбогатевших за один день, и так называемых новых женоподобных звезд. «Красные вернулись», — резюмировал свою эссе бывший редактор. Эссе перепечатали многие китайские официальные издания, в том числе официальное информационное агентство Синьхуа, и оно вызвало, мягко говоря, отропь в китайском обществе. Многие стали писать, что у них от такого эссе мурашки по коже, и вообще все это вызывает неприятные воспоминания о временах культурной революции. Ответ Лигуанмани пришел откуда не ждали. Главный редактор китайской официальной же газеты Global Times Хуси Динь опубликовал у себя в личном блоге эссе, в котором сказал, что эссе предыдущего редактора неверно интерпретирует линию-партию, а движение Китая по дороге реформы и открытости является неизменным. Он написал, что использование такого языка, как в предыдущем эссе, вызывает негативные чувства и фактически страх, и призвал не использовать такую лексику. Самым популярным комментарием к эссе уже второго редактора стало «фюх!». Но социальная сеть WeChat, самый популярный в Китае мессенджер и, собственно, поставщик каналов, на всякий случай пессимизировал оба эссе, видимо, чтобы предотвратить, скажем так, разговорчики в строю. От новостей регулирования в сети перейдем к более приятным новостям. Например, 20-летний программист из южного китайского города Шэньчжэнь буквально за два дня разработал приложение, которое на этой неделе в Китае вошло во все тренды. Это приложение позволяет через домашние камеры следить за котиками. Приложение встроено в специальный алгоритм, который определяет кота в квартире и выводит его изображение на смартфон владельца. Сам программист объяснил желание разработать такое приложение тем, что он очень любит своего котика и очень скучает по нему, когда он находится на работе. Все время о нем думает, что с ним происходит в данный момент и не грустит ли он. А новое приложение, оно в постоянном режиме следит за котиком, где бы котик ни находился в квартире и постоянно бы вводит его на экран. А заодно оно в приложении встроено системой машинного обучения, так что оно учится определять по голосу кота его настроение или его желание, не голодит он или не грустит ли. Пока приложение доступно только для пользователей Android и только на китайском языке. Заодно, кстати, многие стали писать, что не отказались бы от такого же приложения, чтобы оно следило за их, например, девушками или молодыми людьми. А мы будем следить за обстановкой и рассказывать вам об этом. До встречи через неделю. Всем пока. Минпромторг сообщил о введении запрета на госзакупки и импортной техники. Он касается всех видов персональных компьютеров весом до 10 килограмм, интегральных микросхем, смарт-карт, серверов и даже светотехники. Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику. В отношении госзакупок будет введено правило. Второй лишний. Оно будет касаться остальной электроники и медицинской техники. Официальная цель такого самопожертвования – развитие и укрепление позиций российских производителей электроники. Правда, это уже не новость. Все будет работать так же, как и работало раньше. Правительственная комиссия по импортозамещению с 2015 года безрезультатно пытается пересадить всех на отечественное. Проблема только в том, что аналогов большей части высокотехнологичной электроники в России просто не производится. Инфраструктуры тоже нет, а чтобы ее создать, потребуется очень много денег и времени. Гораздо проще заказывать компоненты на фабриках в других странах. На фоне глобального кризиса в полупроводниковой области затея правительства вообще выглядит, как очередная бомбардировка в Воронеже. В конечном итоге чиновники будут, как и раньше, пользоваться иностранной техникой, а из отечественного там в лучшем случае будет только нашлепка поверх оригинального логотипа бренда. В Ярославле юные десантники бурно отпраздновали 20-летие своего клуба. На представлении в местном декан они разбили кувалдой муляж кирпича с надписью «Смерть». Как думаешь, кому? Фашистам. Да, да. Большинство зрителей, кстати, не оценили перформанс, а когда видео появилось в соцсетях, приколы не поняли вообще все остальные. Руководитель клуба «Десантник» Андрей Палачев попытался все объяснить и дал интервью изданию «76.ру». Чем только усугубил ситуацию, он сказал, что дети решили так пошутить, и никто из руководства не знал об этой шалости, да и вообще, пи***рам в России делать нечего. И наказывать, ребят, не за что. А за что их наказывать? Они просто дырявых не любят. Я таких тоже не люблю. Семья должна быть традиционной, мальчик и девочка, а не вот эта вот вся пи***ня. Кстати, Палачев и некоторые его воспитанники в прошлом имели проблемы с законом из-за разборок на кулаках. Можно не переживать за их будущее. С такими понятиями им будет очень легко освоиться в тюрьме. Директор, кстати, дворца культуры сказал, что больше юные десантники не будут выступать на его сцене. Глава местного отделения ветеранов Чеченской войны защитник заявил, что подал заявление в полицию и сказал, что считает такие выпады призывами к убийству. Ну и дорогим десантникам из этого клуба, как и всем остальным, хочется напомнить, что количество гомосексуалов в обществе, оно примерно постоянное, и они есть во всех сферах. Ну, каких-то их, конечно, больше, каких-то меньше, и в армии они тоже есть, и даже они есть среди десантников. Вот так вот строен мир. Я не знаю, хорошо это, плохо, как вы к этому относитесь, ну, так вот мир устроен. Гомосексуал есть в Государственной Думе, в правительстве, в церкви, в полиции, в армии и вообще повсюду. Вся эта новость очень хорошо отражается во фразе, что делать нечего, они кирпичи оттаскивают, вторые заявления пишут, действительно делать нечего. А если серьезно, вообще даже безотносительно какой-то пещерной гомофобии, очень хотелось бы понять, какой посыл, что вкладывают в воспитанников этого клуба десантник. Подразумевается, что, выйдя из этого клуба, они должны пойти искать на улице представителей нетрадиционной ориентации, и что их убивать или что? Ну, то есть, какой посыл вкладывают детям? И когда мы говорим про недопустимость пропаганды ЛГБТ среди детей, знаешь, нельзя, у нас закон есть. А насколько допустима пропаганда насилия, насколько допустима пропаганда какого-то вот такого пещерного средневекового мракобесия и гомофобия? Вот эта пропаганда, она нормальна, это годится, это правильно. Что лучше детям вообще пропагандировать? Вологодский депутат Алексей Коновалов решил причинить пользу жительнице одной из пятиэтажек и подарил ей одноместную скамейку. У пенсионерки Эмилии Михайловны раньше была любимая самодельная скамеечка у подъезда, но после ремонта двора ее убрали. Депутат установил новую, о чем и отчитался. В соцсетях Коновалова высмеяли, и ему в итоге пришлось объясняться. Почему небольшую? Потому что, во-первых, она сидела на столике, во-вторых, она у меня одна попросила, во-третьих, учитывая сейчас пандемию и социальную дистанцию, мы искусственно сделали небольшую скамейку специально для того, чтобы люди не толпились на скамейке и не заражали друг друга. Вообще не очень понятно, что мешало депутату поставить полноценную скамейку не на одну бабушку, а на трех-четырех, чтобы обеспечить рабочими местами весь дворовый патруль. Ну и этот случай в очередной раз поднимает проблему наших ничейных дворов. В идеале установкой лавочки должны заниматься ТСЖ, а так как большинство наших дворов принадлежат городу, коммунальщики обычно на них забивают. В итоге лавочками там занимаются случайно или не случайно, как в нашем случае, забредшие туда депутаты. В Нидерландах кот остался в запертом доме без еды и воды на 52 дня и при этом выжил. Друзья, потрясающая новость. Его хозяин пропал без вести, а помещение было продано на аукционе, при этом дом никто даже не осмотрел. Когда новые хозяева открыли дверь, оттуда выскочил оголодавший, но вполне еще живой питомец. После осмотра ветеринара выяснилось, что все эти дни он питался бумагой и, скорее всего, пил воду из подтекающего крана. Ему дали кличку Финн, а неравнодушные люди надонатили денег на его лечение. Сейчас котик находится в приюте. Теперь у полиции есть еще один стимул найти пропавшего хозяина дома, чтобы спросить у него, глядя в глаза, как он мог поступить так со своим котом. В этом году МГУ пытается привести себя в порядок, но ремонт всякий раз превращается в снос и уничтожение. Весной сотрудники и студенты воевали за сохранение исторического облика интерьеров. По их мнению, то, что натворили там рабочие, не имело ничего общего с реставрацией. На этой неделе на крыше физфака проходили строительные работы, которые включали в себя демонтаж несчастной башенки. Уровень профессионализма бригады виден на этом видео. Досталось всем и башенке, и самому строителю. На реставрацию и ремонт одного только главного здания МГУ, кстати, из бюджета было выделено 750 миллионов рублей. Там туристка из России во время экскурсии застряла в древнем саркофаге. Мраморный гроб святого Лазаря в Ларнаке выглядел настолько фотогенично, что в него забралась пожилая женщина. Прямо на глазах охранников церкви. Нога туристки застряла внутри объекта культурного наследия, поэтому она не смогла выбраться оттуда самостоятельно. Ей на помощь пришли другие посетители археологического парка. Ну, за неудачную фотосессию в гробнице женщине, скорее всего, грозит только штраф. И проклятье муви. Тот, кто считает, что шашки — это безопасный спорт, просто не был в Ижевске. Там мужчину судят за убийство своего партнера по этой игре. В июле двое приятелей выпивали за партейкой, но один из них, видимо, давненько не брал в руки шашек. Проигравший должен был кукарекать на балконе. Но после поражения один из собутыльников отказался выполнять условия. В ответ он получил смертельный удар ножом в сердце. Его убийца скоро вдоволь накукарекается в колонии, на это у него будет 15 лет. Такие вот забавы у жителей Ижевска. Что можно сказать, друзья? Не бухайте, когда играете в шашки, всё-таки серьёзная игра. В Сызрани во время ремонта на Ульяновской улице рабочие демонтировали деревянные трубы времён царской России. Конструкция диаметром 20 сантиметров была частью действующей канализационной системы с 900-го года. Вы себе представляете? Теперь на её месте стоит новенькая пластиковая труба, которая хоть и не имеет такой богатой истории, зато отвечает современным правилам строительства коммуникаций. Вы что только вдумайтесь, в современном российском городе канализации было 120 лет. Вы хоть не только в Древнем Риме умели качественно строить дороги, все говорят, Древний Рим, Древний Рим, вот у нас канализация, ещё царь срал туда может быть, ещё царское говно по этим трубам текло-текло, вот. А до сих пор люди пользуются. Ну конечно грустно, что у нас ЖКХ в некоторых городах в таком пи***цовом состоять, сука. 120 лет канализации. Комитет против пыток опубликовал новый доклад. Из него следует, что 43% силовиков, осуждённых за пытки, получили только условные сроки. В большинстве случаев добиться уголовного дела не удавалось вообще. Суды охотнее запускали подобный процесс только когда был серьёзный ущерб здоровью или большой общественный резонанс, ну или пострадавший попросту умер. Жалобы поступали в комитет в основном из-за избиений. В 20% случаев сотрудники пытались задержанных током. 15% использовали не по назначению полицейскую дубинку. Были среди обратившихся и жертвы весьма необычных видов истязаний. Например, однажды полицейские пытали человека на самодельной дыбе. Их коллеги жгли людей кипятком и заставляли глотать металлические предметы. Реальные сроки получило лишь 70 силовиков из 122 осуждённых. Сроки их заключения в среднем длятся около четырёх лет. Высылкой одного и драка силовики не ограничились. Похожие эшники взялись вообще за всех юмористов. Московские и петербургские комики стали замечать, что на их концертах иногда присутствуют странные мужчины, которые явно выбиваются из общей массы. Они что-то записывают в блокноты, снимают на видео происходящее вокруг, что вообще запрещено на стендапах. Ведущий одного из московских открытых микрофонов рассказал в чайте с коллегами. На последних двух майках, которые я вёл, произошла странная хрень. На одном сидел зритель в наушниках и что-то постоянно записывал в тетрадку. Когда я это заметил и спросил, что там, он ответил стихи и пишу. А вчера один тип поставил телефон на свой стол и записывал всех. Я ему несколько раз говорил, чтобы убрал телефон. Петербургский бар Лайка 29 августа также посетил загадочный гость. По виду и манерам он напоминал силовика. Он нагло снимал на видео выступления, а после просьбы прекратить продолжил делать это менее заметно, отойдя в угол зала. Действительно, у меня всегда такой вопрос. Почему эшники и различные ребята, кто работает в органах, почему не так палятся? Можешь как-то одеться, чтобы какую-нибудь прическу, как у меня сделать, какую-нибудь футболку. Я каждый раз барсетку брать с собой. Чехол для телефона на ремень. Ребят, так никто не ходит, у вас на лице написано, что ты, чувак из КГБ, идёшь. В крокодиловых туфлях, костюм в широкую полоску, не по размеру и барсетка. Ну понятно, кто ты ещё. Где такие стрижки вам делают, потом вы удивляетесь, как вас раскрывают. Вы же должны быть незаметны, вы должны работать под прикрытием незаметно. Реально, у нас есть на Лубянке рядом ФСБ, и сразу видишь, кто идёт из этого заветного здания. Надо как-то курсы маскировки посерьёзнее делать. С другой стороны, возможно, это какие-то халявщики решили ходить на стендап и не платить за выступления под видом силовиков. Приходишь, такой мордой кирпичом, я не отдыхать, я работать, отойдите. И проходишь в зал и на халяву слушаешь стендапик. Правда, нельзя смеяться. Вот тут, конечно, палево. С конца 80-х в стране, которая тогда называлась СССР, начался резкий спад рождаемости. Хреновая экономическая ситуация долгое время была главным средством контрацепции для россиян. Но к 2014 году с помощью введения всяких мат-капиталов и подъёма патриотического духа график рождаемости снова пошёл вверх. По данным на 2019 год, за прошедшие 20 лет сельских школ стало меньше в два раза, а число городских сократилось на четверть. Сейчас дети бэби-бума середины десяток начинают поступать в первые классы. И вдруг оказалось, какой сюрприз, что после оптимизации системы образования на всех не хватает мест. В некоторых школах уже несколько лет существует практика, когда дети ходят на занятия в три смены. Пара лет назад в счётной палате прикинули, что к 2024 году в России будет 20 миллионов школьников. А это серьёзный вызов системе образования. В 20 число учащихся уже достигло 15,5 миллионов детей. Сейчас мы наблюдаем, как пророчества счётной палаты сбываются. Как минимум в Краснодаре. Там в одной из школ сформировали сразу 28 классов для новичков. Дети будут учиться в И и даже Я классах. Первый И. У нас было А, Б, В и всё. Даже Г не было. Вот я когда учился, даже Г не было. Ну, я тоже только В. Теперь Я. Я, Ж. Ну, с другой стороны, слушай, алфавит зато выучат. Для буквенных обозначений не стали использовать только мягкий и твёрдый знак. И краткое ЙО и ЩА. Первый Х. Третий Э. Другая школа в том же Краснодаре не смогла предоставить достаточное количество кабинетов. Поэтому третьеклассникам устроили рабочие места прямо в коридоре. Для того, чтобы огородить пространство, использовали пластиковые панели. Ни о какой нормальной вентиляции тут речь вообще не идёт. В мэрии города объяснили, что это временное решение из-за наплыва новых учеников. В общем, конечно, это грустно. Ну, и самое грустное, что понятно, что в переполненных классах нормальное образование получить сложно. И всё это ставится на поток, в итоге уровень образования падает. Внимание учителей детям не достаётся, никого индивидуального подхода тоже быть не может. И, конечно, грустно, грустно. Хорошо, когда у родителей есть возможность отдать ребёнку какую-нибудь частную школу, чтобы получился там за деньги в нормальных условиях. Ну, а если нет, то первый И и сиди, ***, в коридоре. Двое подростков в Севастополе весело проводили время на каникулах и решили прикурить от вечного огня. Хочется спросить, ***, вы вообще сидите в интервью, вообще смотрите, каждый месяц отлавляют очередного дегенерата, который прикуривает, жарит, греет руки, ***, срёт около вечного огня. ***, где вас, на какой фабрике? Каждый раз говорят, ребята, нельзя, вечный огонь для русских это святое, ***, убери свои лапы от вечного огня. Не подходи, ***, не своей мордой ***, не порти там картинку, своими лапами нити низ туда, всё, ***, свой Майнкрафт *** играй. Нет ***, идут как зомби к этому вечному огню. Ну, теперь опять очередных дегенератов судят за вандализм и повреждение мемориальных сооружений. Просто ***, в Майнкрафте их сажают. И тут сажают. Нет возможности не сесть. Но знаешь, что самое главное? То, что эти дегенераты, ***, они не только жарят сосиски и прикуривают от вечного огня. А что ещё? Они снимают это на видео, выкладывают ***, тиктоки, ***. Вот действительно, ***, сначала у тебя первый И-класс, а потом первый И-класс выбегает дегенераты, которые идут осквернеть вечный огонь. Ну, как ***, что в голове? То есть, мало того, что ты ***, просто малолетний кретин, что ты в 16 лет куришь. У тебя ***, в голове пойду прикурю от вечного огня. А что такое ***, прикольно. И ещё выложу это в соцсеть. На этой неделе стало известно об эцидете, который произошёл в Москве 26 августа. 800 прокатных электросамокатов оказались измазаны в солидоле. Больше всех пострадала техника компании ВУШ. Вредители добрались до пяти сотеных самокатов. Также солидоловая атака была направлена на прокат от Яндекса, Ситимобил и Юред. Ну, вот видно, как неизвестные мужчины занимаются порчей транспорта. В компании ВУШ заявили, что в результате внутреннего расследования они смогли устоять личности хулиганов. Сейчас полиция проводит проверку. Облитые масляной жидкостью электросамокаты были благополучно очищены и возвращены в строй. Хочется, наверное, на *** они это сделали. Власти Зауралья и дизайнеры из екатеринбургской студии Be Brand People целый месяц разрабатывали новую айдентику для Кургана и Курганской области. В итоге все обосрались. По задумке авторов, сердце символизирует любовь к городу и состоит из геометрических фигур, которые являются различными элементами сферы жизни. Заключительная в сердце буква К – это символ развития и прочая пурга. Блогер Илья Вайнштейн обратил внимание на то, что точно такой же логотип, но с другими цветами можно купить на стоке или бесплатно скачать на Википедии. Это изображение может быть знакомым некоторым из вас. Есть такой конструктор-головоломка Tangram. Его придумали в Китае, но он больше 100 лет пользуется популярностью во всем мире. В СССР даже была своя версия под названием Пифагор. Смысл головоломкин в том, чтобы из геометрических фигур составлять более сложные конструкции, в том числе и сердца, как в новом символе Кургана. Логотип Курганской области настолько популярен, что его можно встретить в разных концах мира. Да и сам брендбук с презентацией частично состоит из копипасты с эзотерических сайтов. Аналогичное отзеркаленное сердце является логотипом интернациональной частной школы в Рейкьявике. Такой же логотип я нашел в презентации Китайской Объединенной Ассоциации по сбору средств социального обеспечения. Новый логотип Курганской области всего лишь задачка из детской головоломки. Разработчики просто поменяли цвета, грубо вписали букву К и натырили описаний для каждого символа. Также блогер спросил, во сколько обошлась работа дизайнера в студии Be Brand People, потому что никакой информации о контракте он не нашел. В комментарии к нему пришел представитель дизайнерской фирмы Даниил Маринский и попытался отмазаться. По его словам, популярный конструктор специально был взят за основу и в этом есть глубочайшая метафора и бездна смыслов. Мы опирались на форму треугольника как символа воли. Конструктор из треугольника в данном случае способ собрать образ будущего. В форме сердца, что выражает любовь к своему городу, в форме здания, коровы, корабля, компьютера или чего угодно. Конструктор это инструмент свободы воли, то что мы хотим сказать проектам. Однако цену заказа он так и не назвал. Власти Кургана начали внедрять брендирование в облик города, новый логотип уже украшает здание администрации. Ну посмотрим, что дальше с этим замечательным логотипом будет. Так, Кир, новость для тебя, для нас, для итальянцев. Может быть мы полетим не в Владивосток, а в Италию. В Рим, в Болонью, в Берону, я не знаю, в Пизу. Там тоже надо спасать население? Нет, нет. Легендарная итальянская авиакомпания All Italia. Все. А что с ними? Все. Последний полет она совершит в октябре, потом все. Продажи на рейсы уже прекращены. Ты когда-нибудь летал этой авиакомпании? Все, билеты. Я летал. Они в Россию летали, да? Грустно. А что, ковид? Теперь вместо All Italia в итальянском небе займет новый перевозчик Ita. Даже они возьмут часть сотрудников All Italia. Ну такси, новость. Бабку в Хабаровске не тронет. Они давно были предбанкротными в состоянии. Все. Не удалось найти инвесторов. И теперь государство решило, вместо того, чтобы пинать эту тушу старого итальянского оленя, надо новую компанию запустить. А поэтому они запустили новую, старую. Ну кстати, самолеты All Italia были говно полное. Старые. Так что ничего страшного. Посмотрим, что будет новая компания. Так, в Евросоюзе вакцинируют 250 миллионов человек. В каких-то странах, например, кстати, в Португалии и Дании, вакцинируют свыше 80% взрослого населения. Да, и выполнен наказ Еврокомиссии вакцинировать 70% населения к лету. То есть, европейцы план выполнили, и все у них будет хорошо. Ну правда, пока с путешествием по Европе, если у вас нет грин-пасса, большие проблемы. Лайфхак, ребята, если у вас уже швырнулись спутничком, и у вас есть антитела, или вы переболели, можно приехать в одну из стран Европы, это довольно сейчас сегодня легко сделать. Можно спокойно полететь в Венгрию, в Румынию, в Эстонию и так далее. И во многих европейских странах, ну проверьте, можно поставить себе Пфайзер или какой-нибудь там Джонсон и Джонсон. Есть однокомпонентный, ну Джонсон и Джонсон однокомпонентный, Пфайзер однокомпонентный. И вам сразу через пять минут дают сертификат о европейской вакцинации, у вас грин-пасс, и можно спокойно путешествовать по Европе, ну кому интересно. Крым страдает от мусора. Глава полуострова Сергей Аксенов сказал, что ситуация с уборкой улиц и вывозом мусора в республике просто катастрофическая. В некоторых городах, включая Севастополь, Евпаторию, Бахчисарай, образовались большие свалки, а контроль за состоянием мусорных площадок практически не осуществляется. Несколько ответственных за ЖКХ региона были уволены. Но в чем же причина? Эксперты связывают мусорную катастрофу с возросшим количеством туристов и нехваткой машин для уборки. При такой напряженной ситуации работа в министерстве ЖКХ выстроена не лучшим образом. Управление происходит на уровне. При этом утверждается, что компании-подрядчики не получают оплату своей работы в полном объеме. В общем, друзья, все пошло по ***, никакого сюрприза не случилось. Русь-Украина. Как вам такое название? Нет, не очередного города-спутника на Дальнем Востоке, а целой Украины. С таким предложением выступил пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по Донбассу. Русь – это мы. Русы. Русины. Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина. Двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Он призвал отобрать у России бренд русских, а конфликт между Москвой и Киевом, по его мнению, стоит называть русско-российской войной. В такую горячую тему не могла не вмешаться Мария Захарова. Она внесла свое предложение для переименования Украины. Дарю, укрусь, не благодарите, написала она у себя в Телеграме. Напомню, что Арестович не первый поднимает эту тему. Ранее Владимир Зеленский упомянул, что День Крещения Руси связан именно с Украиной. А Киевская Русь – матерь украинской истории. Как ты думаешь, Кир, а надо ли переименовать Украину в Русь-Украина? Я думаю, что надо. Знаешь почему? Ну-ка. Наконец-таки этот спор как правильно в Украину или на Украину исчезнет. Потому что правильно – на Руси. На Руси. В Русь-Украине. В общем, я думаю, если они переименуются, спор как правильно – на или вы – окончательно исчезнет. Потому что правильно – на Русь. На Руси. И это уж точно никого не должно смущать. Главные редакторы 22 российских СМИ, в том числе телеканала «Дождь», «Инагент», «Новой газеты», «Эхо Москвы» и «Знакомо» публиковали открытое письмо. В нем они обращаются к президенту, его пресс-секретарю и главе Минюста с предложением внести поправки в закон об иностранных агентах. Среди них присваивать статус тока по решению суда, обязать Минюст предоставлять доказательства, по которым СМИ призывают «Инагентам», установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования в 30%, а также запретить называть иноагентами журналистов, работающих в СМИ иноагентах, потому что это нарушает принцип запрета двойного наказания. Самое главное – уже существующий список СМИ иноагентов предлагается аннулировать. Напомню, что в него входят «Медуза», «Дождь», «Инсайдер», сотрудники проекта, открытых медиа и другие СМИ и журналисты. На самом деле, сегодня закон такой, что признать иноагентом могут любого человека, практически любого человека, который хоть что-то пишет в соцсетях. То есть, для того, чтобы вас признали иноагентом, вам достаточно любого иностранного финансирования. То есть, это может быть просто перевод даже от ваших родственников из-за границы. Любой вы иностранный переводник получили – всё, это уже иностранное финансирование. А дальше вы должны иметь какие-то соцсети или где-то вообще высказываться. То есть, ведёте Twitter, ведёте Facebook, получили соточку от родственника из Америки – всё, вы иноагент. По закону вас теоретически могут призвать. Особенно интересно, как эта ситуация будет с блогерами, потому что все блогеры каждый месяц получают баблишко от YouTube. Причём, начиная от Соловьёва и Rush Today, которые ведут свой канал на YouTube, получают огромное бабло от YouTube из Калифорнии, прямо переводики получают. Ну и заканчивая другими блогерами. В том числе, я каждый месяц от YouTube с рекламы получаю деньги. То есть, формально, с точки зрения закона, к любому, у кого есть канал на YouTube, тоже можно прийти и сказать – чувак, да тебя спонсирует компания Google, это нехорошо, ты иноагент. На встрече Владимира Путина со школьниками один из участников встречи попросил президента подписаться на его YouTube-канал. Но Путин не понял, что от него хотят. Я ещё делаю свою передачу, первый выпуск уже на моём YouTube-канале «Красная вилка». Подпишитесь, пожалуйста, и я буду очень рад. Подписать, что нужно. Я не понял, что я должен подписать. И всё-таки обещал подумать над предложением. Как говорят в Твиттере – скажи, что ты дед, не говоря, что ты дед. Эта ситуация породила много шуток в соцсетях. А в Кремле между тем пообещали поддержать канал мальчика. Видимо, там тоже так ничего и не поняли. Впрочем, мальчику без поддержки власти очень быстро стал тысячником. После трансляции встречи люди начали массово на него подписываться. Ну что, друзья, подпишитесь и вы на него. Вот вы видите его канал и, конечно же, на меня. Подписывайтесь на меня. Не будьте как Путин. Ещё, кстати, на этой неделе Путин сказал, что у него нет мобильного телефона. Не знаю, насколько вам это интересно. Но Путин не залипает в Instagram, в Twitter, не получая сообщения в тележеньке. И вообще он не может ни на кого подписаться. Мне кажется, это очень скучно и грустно. Всю жизнь жить по бумажкам, которые тебе приносят твои помощники. Владимир Владимирович, давайте как-то это. И подписочка, лайк, колокольчик. Ну вы сами всё знаете. Да небось сидит там с фейков где-нибудь. Токсит в комментах. А может быть мужское государство. Ой, давай не будем. Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила маркировать или продвигать позитивный детский контент в интернете. Для того, чтобы дети выбирали добрые, замечательные ресурсы, а не ваш порнхаб. Поводом для такого предложения стали жалобы родителей, которым не нравится то, что они видят в интернете. Не нравится им. Поэтому информация созидательного содержания должна быть более заметна в сети. Кузнецова считает, что её предложение откроет новую эпоху для наших детей в интернете. Что здесь хочется сказать? Отъебись от интернета. Дети лучше вас знают, как и что искать, как жить, что смотреть. Вспомните себя в детстве. Вспомните, как вы презирали всю эту, которую вам вешали лапшу на уши. И как вы шли дотирать за дыр этот журнал, порно-журнал, который у родителей кто-то спёр. И потом все его смотрели. Вспомните, какие фильмы смотрели. Что слушали? И что? Да всё нормально. Никто не умеет. Все живы-здоровы. И выросли, и несут хуй теперь. Может, в этом причина, что они теперь несут хуй? Что их не оградили бы вовремя от хуйни. Мне интересно, куда в интернете ходят их родители, что им не нравится то, что они видят. Потому что у меня всё нормально. Не встречаю такого страшного. Но я не против. В интернете можно оставить сайт Warlamov.ru и, собственно, мой YouTube-канал. Как видно, Доброе Вечное прямо в глазки и ушки ваших деток. Подписывайтесь. В Тирасполе установили статую Гарри Поттера. Монумент перед Приднестровским университетом представляет собой мальчика в манте волшебника с собой на плече. Правда, спустя пару дней, когда новость облетела интернет, сотрудники университета выступили с пояснением. Оказывается, это не памятник Гарри Поттеру, а просто скульптура какого-то студента. Мы видим, как логотип Курганской области. Просто где-то был садовый гном и какой-то студентовый. Нам заказали статую студента. Поставим нормально. Никто не обратит внимания. Согласно замыслу, он стоит на пороге мирознания, а идея монумента принадлежит студентам географического факультета. Ага, ага. Если учитывать, что Гарри Поттер тоже был студентом, то вообще никаких нестыковок нету. Но странно, что они с***ли Гарри Поттера и теперь пытаются как-то отмазаться. Хорошая новость, друзья, по советскому каналу прошел крупнейший в мире контейнеровоз. Судно Everace длиной 400 метров, шириной 61,5 метр. В общем, судно установило рекорд по количеству перевезенных контейнеров. 24 тысячи. Всякую х*** с Алиэкспресс, что вы заказали. Водоизмещение судна 235 тысяч тонн. Очень крупнейший контейнеровоз, который когда-либо по советскому каналу проходил. И не застрял, и не застрял, в отличие от Ever Given, который раком весь мир поставил. Убытки мировой торговли на десятки миллионов долларов. Все. Так что, друзья, видите, есть хорошие новости в этом мире. На Сахалине завели уголовное дело из-за сноса памятника Гагарину. По статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». В ходе проверки выяснилось, что приказ о сносе был отдан вице-мэром Невельского городского округа. Также против него возбуждено административное дело по статье «Самоуправство». Я напомню, что там в мусоре нашли памятник. Там Стелла была на весь город. Если честно, Стелла была всрата. Реально, безотносительно личности Гагарина. Гагарин – это, безусловно, герой России. Герой всех русских. Это великий человек, все мы его бесконечно любим. Юра Гагарин. Но памятник был откровенно всратый. И памятник совершенно справедливо решили снести. Кстати, они поставили другой памятник, который помоднее. Хотя тоже не то, чтобы какое-то шедевр. Но, как обычно, у нас люди путают сам памятник и событие, или личность, которому этот памятник посвящен. Так вот, святой может быть личность, святым может быть событие, например, победа. Но сам памятник – это просто памятник. Нет ничего страшного, что один памятник убирают, ставят другой. Это никак вообще не отражается. Камень не становится святым, если вы там напишите в честь Дня Победы. Или если вы из камня сделаете хуйками, какой образ похожий на Юрия Гагарина, и скажете, все, теперь особую сто лет двести растаять. Теперь не плюнь его, не выброси, не переставь. В общем, короче, полнейшая хуйня. Я считаю, что памятники можно и нужно сносить. В Москве, кстати, до хуйня претендентов на то, чтобы их убрать и чтобы они не портили город. Начать можно с Петра Первого, который стоит в Москве. Ну а там еще князь Владимир на очереди, памятник Калашникову. Не потому что мы не любим Калашникова или не уважаем князя Владимира, а просто сами памятники портят город. Все-таки на памятники надо приглашать хороших, грамотных скульпторов, проводить какие-то художественные конкурсы. А вот эту традицию с придворными скульпторами, хрен знает какими, надо заканчивать. Еще одна хорошая новость. Россия получила две награды на архитектурной биеннале в Венеции. Почетным упоминанием были отмечены проект Open, а также реставрация здания архитектора Алексея Щусева в Джордини. Последним был возвращен исторический зеленый свет. В здании реконструировали оконные и дверные проемы, подняли полы в залах и даже установили лифт. Теперь он готов принять на себя функцию культурного представительства современного искусства России. Кстати, руководила реконструкцией Тереза Мавика. На ее счету инсталляция большой глины номер 4 на болотной набережной в Москве, которая вызвала столько шума. Венецианская архитектурная биеннале, как понятно из названия, проходит раз в два года. До этого времени на счету российских проектов было два почетных упоминания в 90-м и 2014-м годах. В общем, прекрасно, что как-то наше искусство и наших ребят замечают на Западе. Тем более на таких авторитетных событиях. Вот, хорошая новость. И на этом, друзья, все. Спасибо, что смотрели. Ребята, я так классно провел с вами время. Очень круто. Спасибо вам. Спасибо вам. Следующее воскресенье. Обязательно встретимся в выпуске новостей. На этой неделе у нас будет новая серия проекта СССР. Так что, если не подписаны еще на канал, подписывайтесь, колокольчик и все остальное. Кир, прощаемся. До свидания. Всем пока.